Здравствуйте, с вами DiceMaster, я приветствую тех зрителей, которые уже смотрят моё прохождение Fallout Tactics'а. Сегодня мы продолжаем уничтожать роботов. У нас осталось совсем немного до конца, и одну из предфинальных миссий сейчас предстоит мне пройти. Я уже готов, весь отряд собран. Мы в машине и выезжаем. Наша миссия находится в Скотт-Сити, какой-то скоттский городок такой страшный. Привет, Эмодиум, приветствует у меня. Ёж, тоже привет, Шенегами, Хамазулен, всех приветствую. Так, двигаемся. Отказываемся от встречи с роботами. Нет уж, спасибо, скоро я с ними встречусь. И, опа, что это такое? Риверы, танцующие риверы. Какой-то лол натуральный. Это одна из каких-то таких рандомных случайных встреч, в которой сейчас мы узнаем, что там можно интересного найти внутри этих риверов. Найти их пристрелем. Сях. Может, конечно, за это нас понизит карму. Но мы сейчас имеем репутацию воин. Интересно, что значит воин. Так, а, это вот щит надежды, да. У нашего персонажа щит надежда. Берем. Расставляем так, чтобы можно было как можно больше застрелить этих существ. Это же риверданс, говорит, Ёж. Ну, да. Что бы это ни было, оно сейчас умрет. Так, Джо, 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 Джо с плазмой. Травма. Тоже сюда автоматически магнём стрелять поднимается. Все остальные просто встают. Сейвимся. А, ладно, просто сейвимся. Ладно, раз. Удевляется, давно идёт. Да вот только что запустил, одну минуту назад. Только что начали. И я в какой-то случайной встрече. Здесь танцуют риверы. Что там, нужно было Ctrl зажать, что ли, или Alt? Не помню, честно говоря, чтобы стрелять по нейтральному. А, они даже не нейтральные. С ним, в принципе, взаимодействовать нельзя, по-моему, да. Или с Shift'ом надо стрелять. Ладно, забиваем на них. Какие-то они не очень разговорчивые. Мне вообще, ребят, некоммуникабельные. Разбойничий хип-хоп подписан на этот случай. На встрече странное, конечно, местечко, ничего не скажешь. Продвигаемся в Скотт-Сити дальше. И слушаем краткий брифинг. Вольно, солдат. Роботы захватили человека по имени Бартоломью Керр. Как вам, возможно, известно, Керр торговец, который уже давно использовал сеть бункеров Братства в качестве рынка сбыта для своих товаров. Его способность находить редкие вещи не раз помогала Братству в прошлом. И он, разумеется, не оставался в накладе. К сожалению, он очень много узнал о местоположении нескольких бункеров Братства и численности их гарнизона. Это знание превратило Кера в угрозу, которой недопустимо пренебрегать. Отправляйтесь в Скотт-Сити. Там разведка обнаружила завод роботов, на котором его, скорее всего, держат. Если возможно, спасите его. Наши инквизиторы выяснят, не произошла ли утечка информации к врагу. И если же вы не сможете его спасти, его необходимо нейтрализовать. Поймите, если роботы смогут вытащить из него информацию о наших бункерах, мы скоро пойдем жертвой массированной атаки. Мы не сможем выстоять в открытом бою с ними. Если нам придется уйти в оборону, мы погибли. Приказ ясен? Свободны. Вот так вот. Мужик слишком много знал, и его, видимо, придется пристукнуть. Шниками пишет. Ты, конечно, понимаешь, что придется сделать с Кером, а мужик-то ровный. Да, все-все понимают, и Керу не повезло, он слишком много информации знал. Его голова его же и подведет. Посмотрим, где мы находимся. И здесь какая-то пустынная такая зона. А мы побежим с дороги, потому что по дороге ходит патруль немножко в сторону. Карта, какая в прошлой у нас миссия, недоступна. Но это временно. По крайней мере, в этой миссии можно карту заново включить. Для этого нужно вырубить вышки. Вот такие вот, как здесь находятся, где-то, вот, башня радиопомех называется. Когда мы уничтожим четыре таких штуки, то после этого у нас заново все включится. Смотрите, кого я вижу. Там же летают боты. Хм, подбежим вплотную к забору. Возьмем кого-нибудь, типа Элис, например, в передний отряд. Бегемоты, говорит, из Вив. Да, бегемоты там есть. И один ходит как раз вот здесь вот, патрулирует. У травмы. У травмы будут... Да, патроны там. И вообще, запрещено, противопоказано стрелять. Тогда патроны у нас кончатся в ближайшее время. И как мы тогда будем убивать калькулятор? Расскажи тебе с патронов. Джокер приветствует меня, и я тоже тебя приветствую. Включаем агрессивный режим у Элис. Убегаем чуть поближе. Сейвимся. И... Хопа! Давайте. Где они там? Роботы патрульные. Три штуки сразу целых. Робот на воздушной подушке. А у них ракеты есть. Нужно как-то осторожно сделать так, чтобы они сразу сдохли, а я не получил повреждений. Так. Выбежим одним, наверное, нашим бойцом. Это последний день, да, если говорит Саша Джексон. Нет, не последний, это предпоследний. Последний будет чуть позже, когда мы будем с калькулятором разбираться. Это последняя миссия перед тем, как мы отправляемся в бункер 0, уничтожаясь калькулятора. И где? А куда они делись вообще? Что это за лол такой? Стойте, ждите меня. А, во-во-во-во-во. Бедняга, Элис. Да, да, Берлсо называется. На самом деле, конечно, идея была, надо, такой, среднепосредственной. А, еще раз берем Элис. Оп, ну их уже видим. Отлично. Сагрили. И? Что они стесняются-то? На самом деле, ракеты мне не нужны, поэтому они могут стрелять в меня сколько угодно. Так, одного убили. Хорошо, второго тоже. Этот мусор еще агрессивен, говорит Саша Джексон. Еще как агрессивен. Сразу совет, говорит Шенигамерюк, освободи заключенных из тюрьмы. Кстати, по-моему, тут есть один Гаусс Гатлинг, пишет Лемон Расс, да. Должен быть в этой миссии. Гаусс Гатлинг. Точнее говоря, вот такой же пулемет, который стреляет гауссовыми патронами. Все, уничтожили. Отлично, есть что-нибудь у нас здесь, что мы можем продать. А, нет, вот этот робот как раз и полетел-то к нам, потому что у него кончились ракеты. Ясно. Вот, наверное, четыре ракеты есть, возьмем на продажу. Что-то у меня внезапно под конец появилось такое чувство, что вдруг денег не хватит, хотя у нас еще сто тысяч с лишним. На Гаусс Гатлинг нужен скилл тяжелой пушки. Есть у кого, спрашивает Лемонраз. Конечно, у Элис есть тяжелое оружие. Почему у него ракетница, например, в руках? Вот у нас тяжелое оружие и энергооружие прокачивалось у этого персонажа. Конечно, на самом деле 150 это не так уж и много, но довольно-таки неплохо. Ого, у тебя последняя броня уделяет сапожник. Да, вот у Дайса по крайней мере точно последняя броня, плюс еще у кого-то там было, да, у Порса это последняя броня. Когда мы закончим эту миссию, вроде бы должны еще две таких броники починим нашу Элис слегка. Замечательно. Возвращаем дробовик. Теперь наша задача через вот этот вот ой, смотрите, кто тут ходит. Давайте подальше от дороги держаться. Опасно, в конце концов. Наверное, стоит зайти где-нибудь с тылов. О, тут еще один гемот патрулирует. Кругом одни гемоты. Вылез. Патроны там не кончаются в случае? Да вроде нет. Давайте переключимся на имплопатроны. Они, конечно, не ахтим, но и то сойдет. Вот тут находится один. Здесь у нас вышка. Бегаем сюда. Я переключаюсь в режим пошаговый для того, чтобы можно было убить вот этого робота на воздушной подушке. Он очень опасен. Четыре выстрела дайсом. ровно. Ай, не, 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 Промазал из-за того, что робот это сейчас взял и решил внезапно слегка, так скажем, упасть на землю. И даже глазастик мажет. Здесь перезарядка нужна. Печальная, конечно, печальная ситуация. Надо прицельным тогда выстрелить, раз уж есть возможность. Процессор, например. В регулятор, конечно, стрелять не попали. Джон выстрелить не может. Травма. Что может сделать травма? А у травмы есть 72% шанс попасть вот в этого робота, которому нет повреждений. Давайте попробуем подариться одному здоровью в роботам гуманоэ, да и 10 в летающего. Да, можно еще разок. Вот еще 34. Хорошо. И следующий ход передаем им. Да, и стреляет. Точнее форсайта теперь, говорит, другого. Правда, что ли? А кто там у нас стреляет еще? Стоп. Кто-то сейчас стрелял сбоку, что ли, или откуда? Я слышал звук выстрелов, который был явно не характерен. А, вот, может быть, вот этот? Да нет, он далековато. Странно, странно. Не важно. Серьезно повреждено, серьезно повреждено. Кто у нас может застрелить этого робота? Давайте форсайд постреляет. Да, вот это хорошо. Теперь Дайс может спокойно из импульсной винтовки расстреливать этого робота. Баг текстур. Паук сзади тебя. Сзади меня паук. Где? Так, 43%, это меня не устраивает. На карте посмотри. Окей. Такая карта вас устраивает? Хамазулен предложил на карте посмотреть. Молодец. Я только что сейчас в начале стрима сказал, что карта не работает. У нас есть вышки, которые глушат карту. Нет повреждений? Да вы что, шутите что ли? Только что сейчас у него повреждение прилетело на 16 очков здоровья, а написано нет повреждений. Это какие-то читеры просто. 10% не вариант. Корпус, сенсоры, процессоры. Да, давайте процессоры пожарим. Хотя пожарить процессор, наверное, плохой идеей было, наглубь роста стрелять три раза. Вот, теперь я третий раз выстрелить не могу. Так, а здесь гаусска 17%, это 20. Лол, полный. 4 очка. На 2 подбегаем. Лжа. Да. И получаем уже 30%. Сейчас оборачиваешься, говоришь, шенигами, а на спине паук. Ох, да что только может не брак зайти. А вот и паук, кстати говоря. Да, если ты будешь, в XCOM называется в честь зрителей и персонажей. В XCOM? Вообще, у нас был стрим по XCOM, в котором я так и делал. Следующих, да, будет точно так же. Гаусска же маленькие пушки, да и фарсайд, говорит Лемонрас. Наверное, надо передать фарсайд, а Джо передать вот эту пушку. В принципе, замечание верное. 52% там не очень. Но все равно постреляем вот так вот с Гатлингер. Теперь будет именно их инвалидность. Больше я патроны тратить не буду эти. Ай! А что значит не точно прицелиться? Затровый без повреждения он меня немножко смущает. Не кажется ли вам, что а вот наконец он серьезно поврежден? Почти уничтожен? Как-то внезапно это произошло и теперь просто сдох. что такое с окном? Что-то с окном случилось? Давайте быстренько его развернем и потом заново. Во! Теперь нам полный экран опять. Странная какая-то ситуация произошла. фаршаговый режим это изимод говорит Айхед Сарсна. Изимод говоришь? Нет, на самом деле конечно в фаршаговом режиме гораздо проще и удобнее играть. Я не спорю. Зато при этом это гораздо тактичнее этот режим. То есть здесь гораздо легче принимать различные решения. Гораздо проще оценивать ситуацию. Как раз тактическая игра она должна быть тактичной. Ради чего же еще собственно играть в Fallout. Робот молния наносит критический удар по цели. Да где же этот робот молния то? И куда пропал этот робот молния? Чудеса творятся какие-то у нас на стриме. А вот эти ребята вот они наши долгожданные друзья. Кстати говоря наконец-то решил все-таки на безумном уровне сложности играть с прошлого стрима. и этот безумный уровень сложности гораздо интересней. Он намного намного лучше. Так поближе травму. Ну вывели из сознания. а куда пропал котейка со стрима с прошедшими нигами? Котейка? КТ что ли? Ну нету КТ у нас на стриме. Отказывается говорит нечастую я в таком. Лемонраз пишет Гауск А Я это уже читал Польшой режим это зимона Может он в Хайзе за тобой говорит Лемонраз да Может быть они как раз спрятанные были под землей сидели и осторожненько так катком высовываясь из земли цеплялись за нашу броню пытались покорябыть Когда будет Аддом, спрашивает Снабка. Когда я закончу Fallout Tactics, тогда будет Аддом. У одного был Лазер Гатлинга, говорит Лемонрас. А я сейчас обыщу их обязательно. Говорили же, что за спиной. Да, Шнигами. Ясно было, что за спиной кто-то есть, но непонятно где. Нет, это не Лазер Гатлинга, а этот. Упс, упс, упс. Вот это плохо. А в ответ будем зарядить, вы сейчас знаете. Но процентов всего ноль попадания. Атака 24. Безумная сложность, она реально безумная. Что они там делают? Стоят и не хотят к нам лететь. Зря, зря прилетаете в гости. Надо на самом деле за баррикадами здесь спрятаться. Здесь будет бонус небольшой к укрытию. И мы сможем спокойненько их расстрелять. Но перед этим починимся, конечно же. А Джо это существо какого пола, спрашивает Айхей Сацана. Так Джо это существо водительского пола, она нас водитель. Так что теперь ты в курсе. Снабко говорит, блин, тогда дома в этом месте не будет. Почему не будет? Это предпоследняя миссия, по сути. Там впереди только бункер 0 у нас. Мы сейчас вот эту миссию пройдем, а потом будет последний стрим по тактиксу на следующей неделе. Потому что завтра будет где-то, наверное, в районе часа дня. Стрим по Аркануму, если что. Заранее вас предупреждаю. Так, шнегами говорит, посмотрим, как гаусс на безумие выбьешь. Сейчас скажем, на предпоследнем уровне сложности сейфлотился раз в 15. Не знаю, посмотрим. Разберемся. Что-нибудь придумаем. Так. Берем наших бойцов, переключаем снайперский режим. И давайте реально гаусс в лазастику, а это Джо отдадим. Вот. Теперь можно гаусс-патроны передать глазастику. Ну что ж, проверим, как этот сетап будет работать. Ставим всех поплотнее. В конце концов, у меня снайперы сейчас только атаковать будут. Тут остальные, те, кто стреляет в очередю, временно неудел. И подбегаем вперед. Ну, вон, они патрулируют, здесь ходят. Робот-мираторит еще и не страшен. Так, ерунда полнейшая. А вот эти ребята, которые стреляют ракетницей, они довольно опасны. Лимонрас пишет, что у него день рождения завтра. Вышла стриме, поздравлю. Так. Расстреливаем вот эту штуку. Ого, я собрался расстреливать, а она сразу же с первого удара выбрали. Отлично. Сейв. Ну что, подождем, когда они сами подойдут? Как думаете? Или... Нет, наверное, ожидать не стоит. Но вот мне просто нравится это место. Здесь укрытие есть хоть какое-то. Если что нас защищает, вот эта грудь непонятная. Рутьев или что-то там. Становись покучнее. Чтобы всех одной ракетой накрыл, говорит Доктор Парадокс. Именно так, естественно, чтобы полный хардкор. Ну что ж. Кто же может у нас выстрелить так, чтобы достать до оттуда? Они кто? Расстояние слишком большое. Спрячемся за платформой. Окей. Тут везде на каждом шагу вот эти вот пауканы сидят. Они вроде бы не опасные, но постоянно раздражают, потому что настолько назойливые, надоедливые. Что за штука была, спрашивает Айхей Сатсана. Вот эти штуки, это просто пауканы. Роботы-пауканы. Здесь ходит робот-миротворец и летают два робота на воздушной подушке. Досмастер выбивает все лишнее. Мой цель, говорит, героинщик. Башня радиопомеха. Что, правда, такая надпись была? Ну-ка, сейчас прочитаем. Так. Робот-молния. Это не то. О, да, точно. Досмастер выбивает все лишнее дерьмо из цели башни радиопомеха. Найсел урон 72 очка здоровья. Молодец, Дайс. Так. Что у нас нет видимости? О-о-о. 0%, 10%. Пусть расстреляют свой боезапас. А мы тем временем переключимся на более мощное оружие ближнего боя. Во. Получай. Кстати говоря, а что у нас сильнее бьет? 69-92, дальность 50. А это 48-73. Вроде бы сильнее бьет Гаусска, но единственная проблема в том, что к Гаусске, то есть к физическому повреждению, у них резист больше. Поэтому стрелять вот этим оружием, наверное, вблизи все-таки предпочтительнее. Тем более, оно очков действия требует меньше. И мы сможем два выстрела сделать. Да, это правильное решение явно. Так. Ай-яй-яй. Промахи нам могут очень дорого обойтись. Нет. Спокойненько убили этих роботов. Остался вот тот вот миротворец, который здесь бродит. Но он здесь явно не один, конечно же. У них резарядка ракет секунд 10. Пишет Ай-яй с... 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 Нет-нет-нет. Не 10, поменьше, конечно, на самом деле. Но вот на этой перезарядке мы их и словили. Уже определился, какую концовку пилить будешь, спрашивает Эмозиум. Да, мы обязательно станем овермайдом, предложим свои мозги. И... 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 95% Поехали. И... Ладно, отбегаем. Можем ли выстрелить ракетницей? Или пулеметом пострелять? Давайте ракетницей попробуем. Так. Отбегаем тоже. О, привет, друзья, Вольф. Пишет, в последнее время все как-то не стрим... А, на стрим я попадаю. Все, ну, уютненький. Вот, смотрю. Рад встрече. Убей их всех нежно. Конечно, убью нежно и любя. Я же люблю роботов. Ой, не смотреть, что я их убиваю постоянно. Это исключительно из добрых убуждений. Так, серьезно поврежден? Это еще не мертв, к сожалению. И стреляйте этими патронами. Что-то мне не хочется. Кончаются они у нас. Давайте всех возьмем. И быстренько отсюда, отсюда. Вот. Теперь Ребекку сюда. 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 Мы его, конечно, немножко потрепали сейчас. Он нас тоже. Но не сильно. Сырмемся и ждем. Что, не хочет появляться? Оглушение. О, ужас. Бедные мои бойцы. Я бы в запчастей убитых... А, из запчастей убитых, пишет Ёж. Собирал бы свою армию. Хм. Идея, конечно, хорошая. Однозначно. Я ее поддерживаю. Но что-то, к сожалению, наши персонажи не очень сведущие в том, как работают роботы и не могут собрать свою армию. Беда настоящая тут с ними. Здесь стрелять пока не будем. Эй. А потом замочи браста и захвати мир, говорит Ёж. А, то есть ты бы замочил браста и захватил мир, ясно. У меня тоже были такие мысли. Но пока игра не представляет подобные возможности. Это очень странно. Хе-хе-хе, через дайса не стреляй. Так. Ведь фаллаут, он всегда славился свободой действия, возможности сделать все что угодно. Где возможность выпилить браста и стать самому его главой? Нет, на самом деле выпилить браста можно. В принципе, можно атаковать этих, какого, бойцов из браста. Робота с шестивольным пушком. Да, у него пушка, это обычные патроны. Но они еще почему-то оглушающий эффект какой-то наносят. Почему не представляет возможность играть шенигами? Не будем спойлерить концовку. А я не помню, честно говоря, какие там концовки были. Там есть несколько различных вариантов. Правда, какой из них чем там заканчивается, точно. Есть вариант оставить там, скажем, ладно, не выйдем про концовку. Да, действительно, вот спойлерить, плохая идея. Что-то я такого не помню, что можно было как-то браства узурпировать. Хотя нет, с другой стороны мы уже станем... Да. Хватит размочать слух. Убивай робота, дайс. Как только ты нападешь на братство, у тебя игра заканчивается, говорит снабка. Правда, что ли? Эх. Вдвойне оба стала, согласитесь. Хочешь сделать что-то хорошее, доброе, важное и полезное. Спасти робота, уничтожить этих мерзких людишек. А в результате... Где благодарность? Так. По-моему, роботу не входит вообще. В принципе. Есть. Кто там входит? Какой ход компьютер? О чем вообще? Я вообще сейчас убил вот этого робота. Это было единственное, с кем мы сейчас сражались. Ладно. Разряжаемся. Сейвимся. И подходим к роботу. Сейчас проверим, что у него там было внутри. Копаемся в его останках. Без ремонта совершенно. Снабка говорит. Точнее, ты можешь вычистить бункер, но как только ты выйдешь из него, тебя выгонит, игра заканчивается. О, подробно к тому пистолету, который я только что продал. Отлично, отлично. Привет, а что? Перку показывающего ХП нету? Спрашивает Сисфуз. Нет, нету. Зачем он нужен? Это просто маленькое удобство. Мы берем все на дамаг, на скорострельность и прочее стрелковое качество. Потому что сейчас у нас на стройках какой там уровень сложности безумия стоит. И там безумий очень не хватает ни дамага, ни точности, ничего. Итак, здесь есть панель сигнализации. Нужно как можно быстрее вырубить того робота, который будет стоять рядом с нею. Потому что это очень опасно. Возьмет и врубит ее еще. Для этого давайте возьмем Дайса. У Дайса очень хороший быстрый выстрел. И большой дамаг. Также берем Элис, потому что она в очереди из Гатлинга стреляет. И кого-нибудь еще бросает, например. Да, потому что у него тоже импульсная винтовка. Ну, хотя прототип, но все-таки хоть что-то. Выбегаем. Кого мы видим? Карта не работает. Сдохни. Ломаем сигнализацию быстренько. Дайс-мастер обнаруживает активированную ловушку. Электромагнитная ловушка. Плевать на ловушку. Вот, сигнализация сломана наконец-то. Отлично. У Дайса правда очков действий не очень много. Нужно робота вот это уничтожать. И отбегать. Остальными выглядываем. Сейчас быстренько. Надо было, конечно, прикрывать сразу же. Но, да ладно. Так, справимся. 4 очка действия. Значит, можно прицельным выстрелом выстрелить вот в этого робота. Куда-нибудь ему в процессор. О, падение уровня масла. Не знаю, что бы это ни значило, но это же хорошо. Так, форсайт, форсайт, Элис. Форсайт может сделать два выстрела. Например, вот почти уничтоженного робота. И вот в этого робота с повреждениями. Элис. Элис подходит на два очка действия. И стреляет вот в этого робота. Теперь у него серьезные повреждения. Но этого мало. Нужно наломать его полностью. Так, 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 так. 4 очка действия. Из-за того, у него останется один единственный выстрел. Ладно. Ээээ. Не останется. Печально. А, здесь вообще делать нечем. Здесь подбегать надо. Будь любезен, говорит, Лимонрас. Покажи статуи импульсной винтовки и ее прототипу. Сейчас обязательно покажу. А у них же просто лазерные пистолеты. Ниочемный, ниочемный робота. Сейчас мы их убьем. Элис, конечно, получает некоторые повреждения. Но всего 4 очка здоровья. Причем это 4 очка здоровья за всю серию попыток ее убить. Так. Вот эта импульсная винтовка, она просто расщепляет, можно сказать, врагов. Берем остальных, подводим. И давайте посмотрим, какие характеристики у нас в импульсной винтовке. 70-101, дальность 30. У импульсной винтовки, которая является прототипом, 48-73. Конечно, поменьше заметно, но дальность точно такая же. И зарядов поменьше. У этой 8 зарядов. А у этой 12 зарядов. 12 зарядов с уроном 70-101. Это очень хорошо. Это просто, я бы сказал, вам праздник. Сейв. Сколько процентов игры прошел спрашивать? А это предпоследняя миссия уже. То есть там следующая миссия, это будет уже как раз, собственно, бункер. Не бункер, точнее говоря, а убежище 0. И в убежище 0 нам нужно будет много чего сделать полезного. Разобраться с калькулятором. Есть тут один беглый калькулятор. Раньше ему бухгалтер... ...да болтался дать. А тут робот. Где-то скрылся вот так вот. Очень-очень-очень хитро. Умри. Да. Смог. За один ход затащил робота. Это очень хорошо. С учетом нашего уровня сложности. После этого можно будет вынести браса, спрашивать. Так, это Сосан. Нет-нет-нет. Вынести браса нам не дадут. Нет, к сожалению, запрещено. Что тут за домик у нас интересный? Забежим, посмотрим. Вдруг там кто-то еще есть. Поднимемся наверх. Говорят, закрыто. Все это на самом деле вроднё. Потому что для нас закрытых дверей нет. У нас есть Ребека. У нее есть... Так, стоп-стоп. Куда-то Ребека побежала? На лестницу же надо. Ребек есть отмышки. И кое-какой навык взлома. Сейчас мы этим воспользуемся. Провал. Ребека не может взломать замок на этом предмете. А если так? О! Смогла, наконец-таки. Немножко тренировки, и все получается. Здесь труп штатского. Какая-то ерунда. Игуан на палочке, револьвер, патроны. Я думаю, с этим было очень тяжело биться против роботов. А зато есть оружие и боеприпасы, а также аптечка. Это хорошо. Сейчас мы сюда наверх поднимем наших бойцов. Там вот ходит где-то робот, который рулирует. Так, да, С вверх. Форсайт вверх. Ребека вверх. Стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп А то потому что Робеку уже на последних хитпоинтах. Ещё раз без сознания. Отлично. Представьте себе такую картину. Бежал-бежал, робот и потерял сознание. Как? Что? Наверное, псот свалился. Бики-мод в шоке, пишешь книгами. А то... И он уже почти уничтожен. Есть. Застрелили, наконец-то. Три раза без сознания. Тройной успех. Привет, кстати, стал. Приветствует он меня в чате. Перезарядимся. И сейчас будем... Что сделаем? Нет, мы спустимся сначала. Да. Потому что здесь нам делать больше нечего. Возьмём у травмы аптечку в руки. Так, где она там? И вылечим Ребекку. Вот ничего не понимаете, говорит Снабко. Там внутри Бьемота сидит хомячок и крутит колесо. А вы его без сознания уложили. То-то, я думаю, что-то здесь не так. И как-то он действует не как машина. Как тупое животное. Вон оно ещё оказывается. Внутри каждого робота сидит тупое животное реальное. Будем пробираться вот так вот дворами. Потому что тут где-то ходят ещё роботы. А раз они здесь где-то ходят, они могут вполне у нас напасть внезапно очень. Из-за угла. У меня ещё, к всём прочему, карта не работает. Вот эта печаль. Сейчас вторую вышку уничтожим. Пойдём дальше. Где здесь у нас вот эта вот башня радиопомех есть. И где-то должна быть четвёртая. Я, честно говоря, не помню. Ну, откроем пип-бой карту. Посмотрим, давайте. Это несколько построенные роботами башен. Башен, башен, башен. Вот здесь вот, прямо перед зданием, которое вроде лагерь для военнопленных называется. Это значит, нам нужно уничтожить вышку вот здесь будет ещё. И вот тут. Да. И после этого у нас включится карта, наконец-то. Неплохо. В общем, роботы охраняют какую-то свалку, говорит Ахейт Сарцана. А здесь у них какая-то база есть. Они тут пленных держат, так что... В общем-то, они свалку охраняют не просто так, а со стратегической целью. Да, если видит эту вышку. Да. Да, если видит не только эту вышку, он видит роботом, который серьёзно повреждён. И скоро будет уничтожен. Направились в свой аэротизированный рай. Стоп. А здесь вот очень опасный робот какой-то. Слава богу, что он сейчас тупит немножко. И нас не заметил. Нет, то, что не заметил, он нас заметил, конечно, но обойти не может. Я пока забегу сюда, проверю, есть ли что-нибудь тут интересное. Да, тут есть сундук, смотрите. Спрятался? Что? Да внутрь, внутрь, заходите. Отлично. Догадались наконец, что надо сделать. А зачем они держат пленных, спрашивает Айхейт Сарсана. Всё очень просто. Для того, чтобы из них получить информацию. То есть их здесь пытают. И потом, когда они раскалываются, рассказывают все секреты братства, их мучительно и долго убивают. А вы знали? Роботы-то садисты и настоящие фашисты. Берём Элис. Элис сейчас вплотную должна... Вот. С одного выстрела убить. Это хорошо. Тихонечко обходим здесь. И начинаем следующий раунд унижения робота. Хорошо. Успели прямо на подходе его подрезать. Ему зим пытают? Фиг, как примитивно. Ну, конечно, самые лучшие из эффективных средств. Это самые примитивные. Ещё у нас тут робота надо полутать. Все роботы способны к самопрограммированию и саморепликации, спрашивает Айхейт Сарсана. Нет, они не способны на такие серьёзные вещи. Их производят на заводе. Стоп. Элис. Видишь ли ты его? Да, Элис видит. Стреляет. Да, здесь не видит. Зря. Робака тоже не видит. Что же сделать-то? Бежать на два? В какую сторону надо бежать? В эту или в эту? Вот в чём вопрос. По-моему, в другую надо, да. Нет, Сарана не видит. Видит только Элис. Элис видит. Робака не видит. Значит, берём Элис, заканчиваем бой, отбегаем. Уф. Еле-еле. Но смогли. Ещё одна аптечка потребуется. Теперь надо Ребекку и Элис вылечить. Роботы, это бывшая ВМ-486 или ЕСи 1841, спрашивает меня Арилик. Хм. Не знаю, не знаю. Они, к сожалению, таких вещей нам не говорят. Разлет информации на эту тему нету. Зачем роботы поставили глушилку? Они же сами не могут контактировать, или они проводами соединены. Ёж, роботы автономные, они очень умные существа, скажем так. Они всё могут и без всякой радиолокации, и без всякой радиосвязи. Глушилки нужны для одной простой вещи. Для того, чтобы РАСТу сюда не пустить. Потому что РАСТу пользуется всякими супер-мега-навороченными электронными какими-то устройствами. Тут даже названия некоторые были, как раз перед миссией даже. Да, перед предыдущей миссией нам говорили про какой-то эхо-бой, что ли, что-то такое, с помощью которого разведку проводят. Тут побегаем немножко. Выясним, есть ли какие-нибудь ещё роботы, которые спрятались и ждут. Да, ждут со встречи с нами. Стрим очень nice. Говорит Релик. Спасибо стримеру, вспоминаю молодость. Да, я тоже. Старые добрые времена. Так. То, что у нас больше никого нет, получается. Ага, сейчас прям. Оп. Есть. Можно сказать, одну локацию-то мы зачистили. Это только вот эту. А нам ещё нужно сейчас будет пробраться куда? Вот сюда, вот сюда. Потом вот весь этот комплекс ещё пройти. Он довольно-таки большой. Так что... И расслабляемся, и движемся вперёд. Что у нас есть? Здесь где-то должен быть патруль определённо. Ну, такой патруль это не страшно. А вот там... А вот там что-то очень-очень неприятное. Три робота. Ммм... Так. Вот одного сбили. Хорошо. И второго тоже. Там где-то ещё третий был. Вот он показался. Хитрюга. Ещё по одному ироке, если говорить с шенигами, у них кончатся патроны. А, ну... Это-то-да. Вполне возможно, кстати, не кончились, поэтому они к нам полетели сейчас. Чё бы ещё им к нам приближаться вплотную. Посмотрим. Да, здесь нету. Пусто. И тут тоже. Какие-то странные роботы. Да, реально, у них просто бы запас кончился. Так, стоп, стоп, стоп. Кто там у нас стреляет? А, вон он, ну что. Значит, надо на дальнобойной переключиться. Берём всех. Вывозим сюда. Поближе. И назад. Быстрее, быстрее, быстрее. Потому что там очень опасный противник. Сканирование способностей противника. Попойка совершить боевой манёвр. Такие незабавные. Так, а вот в этот вот холодильник надо будет заглянуть. Хорошо. Осталось того бегемота убить. Но его нужно, видимо, флотную уничтожать. Или всё-таки лучше издалека. По-моему, лучше издалека, из-за какой-то баррикады спрятаться где-то. Сейчас посмотрим. Куда мы можем зайти. Упс. Джо довольно серьёзно ранен. Не знаю, стоит ли её сейчас лечить или нет. Наверное, да, стоит. Сейчас бегемоты покажут куськину мать, говорит Моха. Он может, может. Почему ночью сражаешься? Что противник, речи же, попадал? Или просто так получилось? Вообще, на самом деле, случайно просто вышло. Я обычно предпочитаю днём пребывать на миссию. Потому что у нас-то, в принципе, все снайперы. Вот. Эй! Вплотную-то, вплотную не надо стоять. Берут, подбегают вплотную и начинают из снайперского оружия стрелять. Совершенно какие-то идиоты у нас в отряде. Что, он покажется в каком-нибудь проёме или нет? Или нам придётся выйти, наверное, сюда? У него почти речь где-нибудь за углом. Давайте возьмём Элис. Проверим, что там творится. Да, вот он там уже. Почти в двух шагах. И убегаем. Убегаем. Сейчас он покажется вот в этом проёме. И здесь застрянет. Пройти внутрь он не сможет. Да. Сколько там повреждений? Можем ли мы из импульсной винтовки стрелять? Да, слушайте, вполне можем. Без каких-либо проблем. Чумбы и нет тогда. Ха-ха-ха-ха-ха. Посеменел назад. Понял, что ему тут ничего не светит. Ну, это, кстати, плохо. Потому что он теперь сейчас будет убегать. А нам его придётся догонять. Как дёрдал, а. Стой. Догоню. Назад опять. Чехарда какая-то просто. Стоять. Хей, скрылся за углом. Хитёр. Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Не-не-не. Вот это был очень хитрый тактический манёвр. С его стороны. так мужа а этим к этим к этим баха есть сейчас посмотрим что у него там было при себе у браунинга патроны у него были да у него были патроны для браунинга я даже брать не буду потому что браунинг заметьте я оставил на базе у нас с собой есть сейчас рахетница уэлис и пулемет гатлинга для браунинга вообще ни патронов ничего нет сейчас то что в принципе против роботов наверное гатлинг будет гораздо лучшим бедный гиппопотамчик ритмовом какой же там бедный злобный и страшный куда нам теперь как бы зайти сюда какой-нибудь другой стороны что прям не в лоб по-моему это невозможно единственный вход только здесь ну ладно идем прямо через главный центральный вход интересно через забор удастся рассмотреть вот эту штуку я и рыбака куда там взялась отстаёт медленно и стала стареет уже секрет опять дайс генестроп то устраивает ну это пустошь здесь нужно как-то выживать либо роботы тебя лилов и их полутали отлично теперь сейвимся и осторожненько заглядываем что ж там у нас за воротом скорее всего это в индикатор не в индикатор от не страшным куда-то спрятался за загрузили щек падение гидравлического давления а это был как раз тот самый всего два болота прошлом потихонечку-потихонечку нет это было не тот же самый тот же самый который вот спрятался он здесь и стоял и стоит а это был третий робот куда дайс стреляет жуть ладно придется подлечиться после этого немножко и наверно форсайт с эллис я не буду сейчас латать так сойдут вполне боеспособны вот эллис как раз или сможет что такое вообще здесь неинтересно какие там у них девайса а у этого по моему еще чего-то стрелял такое энергетического да да у него есть плазма не винтовка хорошо теперь осталось уничтожить даже самим уничтожать не пришлось но я наверно загружусь потому что я встал какой-то тупой позиции я вместо того чтобы кликнуть на то чтобы сделать выстрел побежал сюда ладно неважно шникамбрюк говорит а тут статистика убитых как первом втором идет по моему нету здесь отдельной статистики не ведется но сейчас я проверю ну как сейф загрузится аллова сейф да вот он смотрим вот есть отдельная вкладка на которой есть дикарей например двадцать налетчиков на лотоком 54 больших налетчиков 23 огромных налетчиков 14 видите они различаются даже по статусу 36 мутантом малые тараканы роботы гуманоиды Роботов-гуманоидов больше всего уже скоро выйдет. Нет, конечно, налетчиков пока не переплюнули. Но здесь отдельная статистика по каждым персонажам. Ну вот, не общий на весь отряд. Лутал я его? Или нет? Вот в чём вопрос. Да, лутал. Лутал я его? Лутал я его? Только придётся Элис подладать. Один Брамин. Его-то за что удивляет Симодиум? А я не помню, была какая-то такая ситуация, что пришлось просто... Меня заставили, я не виноват. Так. Отлично. По-моему, у них были те же самые пулемёты. Или, может быть, у них у кого-то Гатлин был. А нет, вот это вообще плазменное оружие. Так, зря я подбежал. Тут ничего интересного уже. Давайте теперь осторожненько пройдём вот так вот вперёд. Вдруг кто-то есть между... Да, есть определённо здесь между зданиями. Засада такая небольшая. Нейтрализовали. Хорошо. Шнеган говорит, просто задали вопрос подковыркой. А население США после стопокалипсиса, судя по двое статьям, население тут по плотности схоже с нынешней Монголией. Монголией. Незнакомо, конечно, с какой у них там плотность, но неважно вообще. Эй, штатские здесь. Здесь кто-то живой есть. Сара, где ты? Говорит это... А, этот мужчина. Не знаю, кто это такая Сара. Может быть, он её найдёт. Ну, один схлипывает, а другой говорит, хватит плакать, не могу я больше. Я что-то не замечал, чтобы в тактиксе когда-то синхронизировалась речь разных персонажей, но тут получилось как-то синхронным. Наверное, просто один постоянно схлипывает, да. Он вообще ничего другого не делает. Вот это картина. Это просто жуть какая-то. Ладно, сюда сначала заглянем. Так, ой, тут вижу. Какой-то робот стоит. Давайте возьмём Найса. Форсайта. Рыбаку точно так же. Есть. Ну, подумаешь, Форсайта ещё немножко перелатаем. Мозеум засканзирует слава роботам. Смерть человеком. Я думаю, если ты с такими лозунгами попробуешь примазаться к роботам, то всё равно долго не воротянешь. 301. Отлично. Знаете, кто это будет брать? Это будет брать Елис, определённо. Потому что ей нужны патроны. Гаус. Не Гаус, точнее говоря, Гатлинг. Довольно-таки неплохо жрёт его. 616. Отлично. Можно было бы больше. Ну, и это сойдёт. Себастьян. Мутант. Мы уже знаем, как его зовут. Вот мне чем нравится Арканум тем, что когда вы кому-то подходите, вы не знаете, кто это такой, какое его имя. Но когда вы поговорите, у него имя меняется после этого. Ну, и после того, как вы его узнали, конечно же. Закрыто. Да ладно. И меняет всё. Нет для нас закрытых дверей. Кстати, это Дравни. Где она там? Угу. И выучить. Поднялось. Не знаю. Честно говоря, я просто не помню, какой был до этого у неё уровень. У неё уровень. Думаю, тут 18+, говоришь, не гаймерщеленка, фашизм, пропаганда наркотиков. Вот, да. Всё самое страшное. Ну, просто мусор. Воин. Воин. Выпусти меня. Дай мне умереть, сражаясь. Нет. Да не с тобой же, чёрт возьми. Выпусти меня, и я дам этим железкам повод ненавидеть мутантов. Он сомневается, что они могут кого-то ненавидеть. Но, ладно, если хочешь, не вопрос вообще. Всё равно закрыто. Я же говорил, что нет никаких закрытых дверей. Вот и всё. Поговорим с ним ещё разок. Спасибо. После стольких месяцев плена я наконец-то отомщу. Гаморин был прав. Железную опасность надо вырвать с корнем. Ты... Ты, наверное, тут как раз за этим. Гаморин часто повторял, что у вас в братстве, говорят, сила в количестве. Я больше не усомнюсь в нём. Я снова пойду искать моего лорда. Когда здесь совсем разберусь. Как соберёшься с Висни, мы покажем роботам, что такое боль. Угу. Насчёт боли я тоже очень сильно сомневалась. Да. Ну, наконец-то! Удосужились недоноски из братства! Вы собираетесь меня выпускать, или мне придётся потом побеседовать с вашими командирами? Эй, вы! У меня есть... Это великолепная идея! Вы открываете эту странную клетку и делаете своё сраное дело! Я тут уже шестнадцать часов! Вы хоть знаете, кто я? Вы хоть представляете, козлы, кто я? Эй, ты! Тупой гулефил! Сучонок драный! Выпусти меня отсюда! По-моему, у него поехала крыша. В общем, пусть ещё посидит, вдруг успокоится. Спасибо, чужеземец! Я уже давно в этой камере, а теперь вот на свободе и не знаю, куда идти. Не знаю, может, тебе не приходилось замечать, но людей они вскрывают, так что ты поосторожней. Почти смешно! Считай, единственное место на свете, где людям приходится хуже, чем гулям. Кстати, тут-то до тебя были из братства. Как его? Генерал Дамраки. Да-да-да, знаем такого. Хороший генерал. Ох да, Барнаки! Этот поганый старик плюнул в меня, когда они припёрли его сюда. У него точно для гуля доброго слова не найдётся. Но меня до сих пор передёргивает, когда я вспоминаю, как он кричал, когда его выволокли отсюда и стали с ним развлекаться. Звук был такой, как будто горластую свинью распиливают пополам. Но никому такого не пожелаю. Бедный петельный генерал, какие ужасы про него рассказывают. Всё, говорить больше не о чем нам. Ты приносишь плохие новости. Кстати, а давайте реально пристрелим ещё вот это вот. 95% Наводка Прицел Всё будет очень быстро Всё, готово Получено 6645 очков опыта. Что с кармой с нашей сделали? Не, мы всё равно щит надежды. Такой не испортишь ничем, абсолютно. Так, возвращаем отмычки, естественно. Но у нас же полуто, что там осталось от него? То есть это жестоко, говорит Эндрю. Привет тебе, кстати. Ты, по-моему, там здоровался со мной, да? Что значит, жестоко? Надо знать, как разговаривать Своими спасителями. Закрыто. Да лол. Что вы. Тут очков кармы нет, говорит, шнягами. Правда, что ли? Ну ладно, не важно. Я думаю, из-за одного Вряд ли что-то произойдёт. Эй, ты тут пусто. Ну ладно. Так. Осталась последняя башня. А, нет, нам же сейчас сюда нужно забежать. Здесь же тоже находятся всякие бараки. Не знаю, что тут происходит, но вид, который внутри, он не внушает ничего, кроме ужаса. Закрыто. Тут кругом закрыто. Шнягами, говорит, вот если бы ты, как я, в первую миссию убил шамана и всех заложников, то до конца игры сквайром был бы. О, как. Сквайром до конца игры это сложно. Это не очень легко. Ну, и что у нас тут? Всё равно закрыто. Зачем закрывать обе двери и внутреннюю и наружную? Внутреннюю могли бы оставить открытые вполне бы. Ага, вон. Роботы сейчас полутаем сначала. Давай, 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 давай. Отлично. Да, если ты специально одних девок набрал, говорит, тебе великает. Нет, нет. Изначально у нас был Стич, Тревор, в общем, такие довольно-таки неплохие мужские персонажи. Но Стич, Стичнулся, или как там сейчас говорят, гуфнулся. Но, в общем, смысл в том, что он разминировал одного из бойцов и в этот момент я сделал сейф. И как только я начал сделать сейф, тут же происходит взрыв. Бум. Всё. Нету ни Стича, ни того солдата, которого он разминировал. И как я только не пытался, что я только не делал, там уровень сложности понижал. Я пытался успеть его отвести во время этого взрыва чуть-чуть в сторону. Ничего не помогало. Просто банально помер. А Тревор Тревора заменил Элис. Потом мы набрали в команду например, травму вместо Стича. И в итоге так получилось, что внезапно здесь только Дайс Мастер и 5 Рабаб. Вот так вот. Это было необходимо, чтобы увидеть концовку за злого персонажа, говорит Шенигами. Зато Стич был со мной до конца. А там говорят, если мозги уничтожить в самом конце, то концовку за злого можно получить просто за раз. То есть тебе дают возможность моментально исправить всю свою карму и тут же ее загнать в минус. По крайней мере, я вроде бы когда-то пробовал так сделать. Найс. А как же ты без водяного пистолета с кислотойник? Мильфо. Не знаю, как-то хорошо себя вполне чувствую без этого. Может здесь хоть открыто? Нет, закрыто. Заблокированы кем? А, дверь заблокирована, потому что мы стоим здесь все. Привет, Гритекс-13. И тебе привет. Кто у нас тут? Ну, это, конечно же, для Ребекки определенно клиенты. Тут же нужно дверь открыть опять. Сколько кто-то их запертых дверей. Какая мясорубка. Просто жусь какая-то. И здесь есть ловушки-уловки от Мэдекса. Интересно. Шнегами говорят, боюсь забанить меня за спойлерство. Ладно. Ничего не произойдет. Все будет хорошо. Что у нас еще здесь есть? Кроме вот этой книжки. Сейчас вспомним, кто у нас ловушками владеет хорошо. Ловушки-то у нас вот этот вот навык. 72, по-моему, травмы. Да-да-да. Ей сейчас отдадим эту книжку. Или снаружи отправляем. Где она там, кстати? Вот она. И на сколько повышается? Мм, на 93. Неплохо-неплохо. Если забанить за спойлерство, говоришь, шнегами поедут к другу в гости, а свако писать будем. Так ведь можно. А ты можешь завести мультиак. И я тебе этого никогда не советовал. Забудь. Вот. Все. Здесь мы закончили дела. Пойдем последнюю радиоглушилку уничтожать. И тогда у нас, по крайней мере, наконец-то хотя бы карта появится. Упс. 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 Так, сейчас можно очень, совершенно не кстати, нарваться на вот этого вот робота. Да, им это сделали. Да. 26% шутите просто. Кто может еще попасть? Ребекка, вся надежда на тебя. Да. Смотрите, как только говоришь ей такие воодушевляющие слова, и тут же она делает все так, как надо. Выснулся, называется, из засады. Сразу же получил лоб и упал. Демодиум пишет, у меня с зимы мультиак, ничего. За что старые забанили, вообще понятия не имею. Бывает, бывает. Я помню, бегал, бегал, бота вводил на одном сервере D2. Плюс еще и с мопхаком он был, и потом меня забанили. Я все никак не мог понять, за что забанили. То ли за мопхак, то ли за бота вообще. Но смысл в том, что он был довольно забавный, и есть лоб. Все это время пока не забанили, конечно. Тюнк, 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 тюнк. Воздушная подушечка, робот, парочку. Ракет берем. Какой у него богатый арсенал, вы только посмотрите. Эй! Эй! Ничего себе с дайс-мастером, как поступают. Вот, око за око. Тут только что сначала над нами появилась вот эта красная надпись инвалида, потом хоп, и над роботом тоже. Но его вылечить теперь придется. Для этого возьмем какой-нибудь чемоданчик вот такой вот. Посмотрим, кстати, что там сломано. Сломана левая нога. Это как так надо было промахнуться, чтобы попасть в ногу? Ладно. Урон в 6 очков здоровья? Ничего себе. Вот это вылечили, называется. Вот это доктор. Доктор травма наносит травму пациенту. Прострелили колено, да, кстати, шенегами именно так происходило. Так там не стрела была, а какой-то лазерный или плазменный выстрел. Но это без разницы. Все, починили коленку. У нас теперь включилась карта наконец-то. Я так давно ждал ее. У нас здесь есть робот гуманоид, грузоподъемник, кто-то еще ездит. Сколько сразу всех видно? Тюрельки какие-то. О, какая громадная база-то, а? Вы только посмотрите. Сколько мы на нее пробираться-то будем? Что ж, ставим всем тогда дальнобойное вооружение для того, чтобы сейчас можно было бы воспользоваться нашим преимуществом, потому что мы их видим, а они нас нет. И побежали. Осторожненько, осторожненько. Да шо ж такое-то вообще? Элис с ума сошла. Элис бешеная. Что с Джон? Расскажите мне, что с ней. Паралич без сознания, это не страшно, с этим можно жить. Так. Подлатаем пока Джон. Вот. Так, а рыбаки срочно плазмам в руки, чтобы больше урона наносить. И Джо тоже. Кто там в нас стреляет? Робот-охранник. Ещё придумал. Давайте убежим в сторону. Чтобы можно было через забор здесь ехать издалека. А, хорошо. Я всё-таки не буду сейчас в пошаговом режиме проходить, потому что это очень сильно затянется. А у нас тут, как вы видели, огромнейший кусок карты ещё. Половина почти, что даже больше. Мы сейчас здесь находимся, а нам вот это всё нужно пройти. Так, ну чё. Ну, остались ещё несколько роботов, груз-подъёмников, которые нужно осторожненько так снять. Двигаем ближе всеми и вперёд вот так вот, хоп. Так. Хорошо. Слышим, что кто-то за стеной ездит, двигается. Как бы так к ним подобраться-то? Наверное, надо внутрь забежать. Но здесь где-то забежать, но заборе дрэг нету, дверей никаких тоже. Кто-то там ещё у нас стреляет? У кого хватает на этом наглости? О-о-о! Ещё бегемоты, роботы у нас душной подушки. Классно здесь ходить. Давайте осторожненько поднимемся. Сейчас наверх, возможно, сверху кого-нибудь там снимем. Ну, перед этим Ребека, наверное, чуть-чуть подлечится. Самую малость совсем. Да и да, я тоже не буду расходовать на это медицинские препараты. Если, по крайней мере, аптечки точно. А ещё не хиляешься, говорит Тайхейцарсана. Так вот... Сейчас это и делаю. Только, по крайней мере, пока у нас здоровье не очень сильно упало, я не использую аптечки по той простой причине, что они очень много восстанавливаются, раз лучше их экономно расходовать. Да поднимитесь, что-то тупите. Так. Сейвик. Теперь надо сюда зайти. Упс, упс. Вот это вот было больно. И это было очень печально. За два выстрела просто снимают. Вот оно, безумный уровень сложности. А там я смотрю, какая-то есть коробка, в которой явно можно пошариться и найти что-нибудь полезное. Сейв. Очнись. Сейв что-то не хочет с нами разговаривать. Нет, вот, наконец-то. Так. Может, тогда вот здесь по периметру чутка пройдем. Да, зайдем сюда вот сейчас. О, точно. Тут, кстати, Алис Павлук дает патроны. В одиночку бегать не надо. Вот к чему это приводит. Вот, пробежал в одиночку и сразу же ВВВВВМ на другом любом бегемот то же самое делает. Не совсем то же самое. Там не два выстрела, а три потребуется. Если персонаж убьют, это конец игры или нет, спрашивает. I hate Сарцана. Если убьют основного вот этого, то конец. Если скаут из других, то спокойно можете, знаете, забить и идти дальше. Но обычно все-таки имеет смысл как-то либо загрузиться, либо еще что-то сделать, если только вы, конечно, не играете на Iron Man или как он там называется. Да. здесь нужно спуститься явно и издалека расстрелять из снайперского оружия эту тюрельку. Иначе нам не подобраться сюда вообще никак. Бессознание. Отлично. Отлично. Это успех однозначный. Берем дайсон и снимаем сначала вот эти вот на воздушной подушке. Что такое Iron Man? Это значит, что вы можете сохраниться только в бункере и нигде иначе. Ну и то есть это значит, что вы вот если мысию зафейлили, то вы начинаете заново. Чё, кончились ракеты? Вот так вот вам. Лемонраз пишет, что есть такой спешл энкаунтер, где из партии случайным образом выбирается главный персонаж. Случайным образом? Про такое я точно не слышал. Завалили главного врага нашего. Ладно. Теперь мы можем зайти сюда вполне. Стоп, стоп, дверь открыта же? Или закрыта? Закрыта, по-моему, да? Заблокирована. Ну ещё бы оно было не заблокировано. Столько народ столпилось. С 13 привет тебе. Так. Что у нас тут есть? У нас тут есть вот этот вот ящик, который надо обязательно залутать. И вот этот вот. А так вроде всех мы уничтожили. Так что можно спокойно спускаться. Но лестницы, конечно, лестницы здесь шикарно выполнены. В том смысле, что когда вы передвигаетесь по лестнице, это просто настуральная боль. Боль и отчаяние, потому что там персонажи тупят, они подняться нормально не могут. Они все время застревают, они топчутся на месте, идут меня тут уровень. Ну и на к себя ведут. Столб это что такое? Вырубили. Без сознания оставили. Поближе подойдем. Хорошо. Эй, кто это у меня стрелял? А, вон там есть еще один персонаж. Стоп, что это было вообще такое? Вдруг внезапно все обещернело. Элис, отводим в сторону. Уберем всех остальных. Сейчас мы выйдем внезапно так вот перед ним и его за один ход уделаем. Готов. Кстати, тут можно пройти и вернуться назад вот этим путем. Доволь неплохо. Самое главное, что если в этой миссии здесь надо очень старательно использовать различные укрытия, различные окна, и пытаться врагов снимать по-одиночке и до того, как они у вас начнут стрелять, потому что здесь ходят очень опасные типы и летают ко всему прочему. Фарсет еще жива, говорит Гаргутс, а счет ей быть неживой. Вот это мы отдадим Джо, наверное. Джо, отдай. Не жадничай. Все. Есть. А, тут дверка была. Я что-то не заметил ее, хотя эта дверка ведет немножко в другое место, что отсюда мы можем выйти вот в этом направлении, пойти, то есть дворами тут, какими-то улицами, и к центральному зданию просто подойти с другой стороны. Неплохой вариант, кстати. Я думаю, вполне можно его воспользоваться. Фарсайт это кто, спрашивает Ахейт Сарцана. Фарсайт это глазастик. Она в оригинале называлась Фарсайт, но здесь в общем-то перевели глазастиком слишком какой-то тупой перевод идиотский, но что есть, то есть 1С. Вот в фаровской версии там был перевод именно Фарсайт, то есть именно собственный не переводится. Почему, например, скажем, не знаю, Ребекку не перепели или Элис как-нибудь там. Не знаю, как их перевозить, но вообще не должно переводиться. Тут надо быть предельно осторожным, потому что вот на таких вот свалках постоянно кто-нибудь обязательно прячется где-нибудь за углом. Плюс явно патруль какой-то есть, я вот уверен в этом на 100%. И мы не можем не быть. Хотя, скорее всего, здесь какие-нибудь роботы-пауки вот такие вот закопаны. Да, лучше их все-таки по шаговому режиму уничтожать. У них так нет возможности бегать. На свалке никого нету, говорит ВБВВВБ. Да, конечно. Конечно. А это я сейчас сражаюсь с моими воображаемыми друзьями, определенно. Ребята, вы хоть воображаемые, но выглядите прям как натуральные. слепота друг молодежи или как там было, не помню уже. Во-первых, Грейт Эндриум не тупой, во-вторых, глазасиками он назвали с моей подачи. Плохо с памятью? Да, плохо очень, совсем. Не хватает, надо апгрейдить. Это миссия по спасению Кэра, да, она самая вроде бы, насколько я помню, его так звали. Там торговец был, которого якобы похитили роботы, но на самом деле не якобы, и вполне похитили. Ты стрелял по воздуху, сходи к врачу, рекомендуют мне Диэм. или Диэм. Как называется, Уфо, которое выйти должно в этом году новое. Точно так же, как и первое. XCOM, как он там, Enemy Unknown, что ли. Вот совместили одновременно название европейской версии и американской версии. В Европе она как там называлась-то? А, не важно, в общем. А вот эти роботы, у которых кончились патроны, поэтому мы просто так в реал тайме прям сразу же. XCOM я не играл, он говорит, с шокоток. Смотрел на стриме Майкера, очень хорошая игра. Да-да-да, вот на стриме Майкера мне тоже понравилось, все замечательно, сам я в нее играл неоднократно, но когда вы видите, что выходит продолжение, которое называют точно так же, как оригинал, утверждают, что они не являются большими фанатами оригинала. Рассказывают, как сохраняют дух серии. И потом вы видите отряды с четырех человек, карты на полквадратных метра, одна-единственная база, консольное управление, какое-то такое, знаете, ощущение того, что вас где-то обманывают, возникает. Роботы-то такие проказники играть с шенигами на то. Вообще не понимаю, почему так мало выдают ракеты. Наверное, просто не помещается на одном маленьком таком ховерботе, много. А что-то тепловоз без рельса стоит, удивляется, айхэйцарсона. А кто его знает? Переместили, наверное, усилия мысли, или еще как. Сидмейер, между прочим, вот Вова Пусин тут упоминает его имя, он давным-давно уже в Ферраксисе почти ничем кроме консультации не занимается. То есть реально Сидмейер отношения даже к цивилизации к пятой не имеет. Здесь где-то у нас тут находится лазерная тюретка. Давайте переключимся на дальнобойное что-нибудь. Засейвимся. Какую часть Майкер проходил? Он проходил и первую, и вторую. Он обе части проходил. У меня есть прохождение второго Террофом Сиди вместе со зрителями. Там я брал в отряд зрителей, называл их именами никнеймами, точнее говоря, оперативников. Было очень классно. Можете на Ютьюбе или на Твиче аводах посмотреть. Нет, на Твиче аводах нет XCOM, он только на Ютьюбе. Кстати говоря, если что, если вам нравятся стримы мускульных игр, да и вообще просто мои стримы, ставьте плюс на СК2ТВ. Не стесняйтесь, не забывайте. Если хотите знать, когда будут следующие стримы, у меня есть твиттер и темы на форуме, где регулярно выкладываю анонсы. Все ссылочки внизу. Че, Сидмейер отказался участвовать в создании этого Ковна, говорит, Хайт Хайт Сарцана. Да нет, он на самом деле просто очень давно уже не работает активно там геймдизайнером. Он, насколько я помню, в Феракси только консультантом работает сейчас. Да и еще во времена там Пятой Цивилизации тоже. Так же дела были. Подползаем. Ить! А тут вторая. Цюрель внезапно. Щемись. Так, срочно лечим Дайса. Кто там у нас стреляет? Там чудеса, там бегемоты бродят. Там на неведомых дорожках следы убитых братьев стали. Так. Нам нужно переключиться в плашеговый режим, включить нормальное вооружение всем обратно. Потому что у этого бегемота у него есть одна проблема, у него дальность маленькая, поэтому за нами бегает сейчас. Вот. Теперь попробуй догони. Эй! Ну вот. Взяли и травму. Скосили просто-таки, можно сказать. А тут у бессознания бегемот с легком в такая была возможность. Эх. Ладно, придется залозиться. Модиум говорит, а представь, если выпустить, просто выпустить, точнее, говорит, имел в виду, наверное, просто hd ремейк первой части без изменений. Да, она даже не окупится, к сожалению. Да, на самом деле так и есть. Сейчас такая ситуация, что на производство игр требуется очень большое количество денег, то есть это очень серьезная индустрия такая, а эти деньги должны окупаться. Чтобы они окупались, нужно, чтобы покупало много людей. Всю аудиторию большую охватывать надо. Чтобы охватывать большую аудиторию, соответственно, нужно делать проще, потому что большинство людей в пора хотят получать именно удовольствие и побеждать, а не решать какие-то там сложные задачи, заниматься решением тактических, каких-то стратегических таких элементов. Ну, в общем, вы меня понимаете. Эндрю говорит, поставил плюс, спасибо, что напомнил. Это отлично, спасибо тебе. Кто любит хардкор, говорит, вбвбвб, кто вполне может сам себе игру сделать, платформеров кучи. Есть замечательный проект, называется OpenX.com. Сейчас там, конечно, он далек от того, чтобы полностью закончить переработку и создание нового движка для первого X.com, но они идут в этом направлении. То есть, это открытый проект, в котором open-source разрабатывается движок для первой части, новый, то есть, который будет свободен от багов, различных недоделок, который будет открыт для моддинга, для воплощения новых идей и фич. В общем, хорошая, интересная вещь. Мне вот нравится тем, что, по крайней мере, здесь идут по стопам, так сказать, оригинала. Ты знаешь, что делают движок для Fallout'а? Говорит, I hate Sarsana. Ой, для многих игр делали движки, для Morrowind'а, например, там делают движок. Кого мы там уничтожили-то? Да вроде никого еще пока что. Но кто-то серьезно поврежден. У него серьезные проблемы. Ну же. Остался одного робота осилить. Да. Отлично. По-моему, игры без багов не бывает, говорит Дев. О да, но бывают игры с таким количеством багов, например, в том же TF-TD в оригинальном, без всяких фанатских модификаций, то есть Zero From The Deep, который я проходил как раз, там дерево исследования настолько забаговано, что вы, в принципе, некоторыми своими действиями можете перекрыть себе возможность выиграть принципиально. Вот вы, например, исследуете не в том порядке различных пришельцев, и все. У вас заблокированы исследования, там, скажем, Левиафана, и вы не можете полететь никуда. Вот о таких багах обязательно нужно как-то обезопасить продукт перед его выпуском. У меня такое чувство, что можно вот эти две тюрели, оставить в покое. Не знаю, откуда у меня такое ощущение, но сейчас темно. Я, к сожалению, не могу по ним нормально издалека стрелять. Это не маги, это хардкор, говорит, ВВВВВВВ. Нет, хардкор, когда вам нужно принимать решение, когда результат зависит от того, какие решения вы принимаете сами. Вы можете принять верные и неверные решения. Вот здесь у вас это просто баг, это не хардкор. Вот если бы у вас, скажем, у того, как вы принимаете решение, игра становилась сложнее, проще, у вас бы появлялись новые возможности, или наоборот бы они закрывались. Одно, когда у вас просто обрубается возможность в принципе что-то сделать, и вам никто об этом никак не сообщает, и это просто недоделка, но это не хардкор. Точно так же неправильное управление это не хардкор, когда у вас кривое управление и не можете нормально, скажем так, пользоваться интерфейсами, если не можете нормально, то это тоже не хардкор, хотя многие, наоборот, считают, что это типа хардкор, элитный и все дела, но это, скажем, от того, что просто нужно как-то самоутвердиться за счет чего-то. Так, включил сигнализацию Это не к добру Это не к добру Да, кстати, насчет бисейвов Это хардкор, потому что когда у вас нет сейвов У вас нет возможности откатетить ваше решение И вы чувствуете ответственность за то Какие решения вы принимаете Готово Би инвалидов Патроны, кстати, гауссовы уходят Мне немножко это смущает Потому что, в принципе, их не надо так расходовать, Ириана Кто-то включил здесь сигнализацию Не знаю, на что это повлияло Но пока я не вижу каких-то последствий этого Видите? Протупил, не обратил внимание на сигнализацию А последствий не видно Это нормально? Видимо, нормально Поединю на сигнализацию кто-то должен был прибежать Хотя бы хоть кто-то А, вот они Вот эти вот роботы Да, они должны были активированы быть По сигнализации Тут, кстати, шкафчики есть Неплохо Посмотреть, что там имеется внутри Я еще вот в этом здании не был Тут Давайте подбежим Плотную к стене Посмотрим, есть ли здесь какой-то вход Моби сейвов Хардкор, говорят, шенигами Не надо путать теплое с мягким Вот В некоторых играх Последствия Немгновенные Тоже признак хардкор Гритая Сартсана Смотря какие-то последствия В чем они заключаются Скажем, сюжетные последствия Это одно Вот этот шкафчик я хочу открыть Определенно Тут сундук лежит Где вход? Вход только снаружи Вот здесь вот Значит, нужно как-то здесь Оббежать А здесь оббежать я не могу Только если я выбегу отсюда Вот А чтобы выбежать отсюда Нужно сюда забежать Для начала Интересно, интересно Сначала тогда я посещу Вот в это место Куда там робот улетел? Странные они Тут должно быть много разных Врагов на самом деле И тут бродит где-то бегемоточек Ко всему прочему Ладно, зайдем Рассмотримся Что-то я никого не вижу Пустота Тишина Ахалок тут есть Кого это там? Все Уходим Переключаемся на нормальное вооружение Зачем я засеялся? Лол Так Надо было Enter нажать Рефлекс уже какой-то Заходи, дорогой Получай Так Там стоит робот-охранник Выходим А я ищекотна Повреждено Это не то, что нам нужно Если где травма находится Кто из них? Рыбака Форсайт Элис Травма Ладно Найс Не попасть Такого расстояния Позор Что, зарядим в него? Да, давайте Слегка только подойдем На два Так Так вот Тактичненько разрулили Сейчас будут подбегать новые А, вот это из этих Вот как раз двое подбежали Отлично Отлично В шкафчике Робота должна храниться Масленка И фронографический журнал С голыми микросхемами Шестеренками Да Тот еще юмор Как-то так Осторожненько подойти Наверное, с этой стороны Лучше зайти Элис, элис, элис Лутай Так Хорошо Лут пригодится нам И почти что стич сейв Да, какой-то он реально стич Срочно надо вылечиться Пока есть возможность А тем временем посмотрим У нас А Яо Придется сейчас Немножко вылечиться Потратить еще одну птичку Так Лазасик, наверное, форсайта Тоже стоит подлечить У нее Уже довольно мало Хитпоинтов Стич сейва Да-да-да Стараюсь вовсю Что-то меня потянуло Наверное, сейчас Все Берем назад у нее Эфанфал Ей что-то нужно дать вместо этого Выдать ей что-ли еще одну гауску Не знаю даже Так Убегаем заново на улицу И вставим где-нибудь здесь Что такое Кто у нас еще может стрелять по нему Не, ну форсайд, конечно, может пострелять Если захочет Нам почему-то не хочет Ну Там почти было, почти Тут еще стоит Это вот тот робот, который выбежал Определенно отсюда Джо очень серьезно Раненый Ее тоже перевязываем Hedgeflow tactics Где тактика, говорит Это на GP electricity Только что была А сейчас временно отключилась Так Нет, на самом деле Тактика в некоторых моментах Она очень нужна Включить пашеговый режим Начать Расставлять правильно Своих Оперативников Ну сейчас мы займемся другой тактикой Эта тактика называется Кайт Очень хорошая тактика Пиняга Элиса Беги Да что такое стоят на месте, а? Идиоты Ну Ух, еле убежали, а Кого мы там сейчас расстреливали Не понял В общем, какая-то суматоха Кого-то Застрелили, походу Придется опять подлечиться Марик Хидендрайн, говорит Саша, каток Да Бешеное микро Тут на самом деле Вот этого бегемота Только хиддена Нормально можно уничтожать А, ее уже перевязали Все ясно, ясно, ясно Придется Использовать докторский саквояж Стоп Я нет, хотел сделать Вот Давайте посмотрим Как-нибудь Санитаров Подземелий Первых Кстати говоря Насчет стримов Вы можете предлагать Свои варианты Чтобы вы хотели видеть И голосовать За уже имеющиеся На реформале Ссылочка есть В описании Стрима Кстати на Гудгейме По-моему Я так и не добавил Сейчас быстренько Добавлю Так И все будет Как надо На ссылочке Здесь нету Сейчас быстренько Поправлю Так Так Еще чуть-чуть И Вот Ссылочку добавлю Сейчас в чат Тоже ее скину Замечательно Соответственно Можете там писать Что вам нравится Что не нравится Лучше все-таки Старайтесь Ставить плюсы Тем играм Которые вам нравятся А не ставить минусы Всему подряд Потому что Это менее Конструктивно И продуктивно Травм всех лечит Эпично Говорит Фуджитив О, некоторых Она так эпично лечит Что бывало Дело Она наносила повреждения По-моему На предыдущем стриме Вчерашнем было Просто Мега Конечно Мрач Переключаем Обрат на карту Видим Видим вот этого Бегемота И продолжим Давайте его кайтить Побежим туда И хит энд ран Модим Говорит Если туда добавить Доту Что собирит Больше минусов Анель Не вегас Но во-первых Дот Это не олдскул Я ее скорее всего Удалю из списка А во-вторых Было время Я даже стримил Доту Вообще Я с этого и начал На самом деле Наискодотовый стриминг Но вовремя Понял Что лучше С этим завязывать В смысле Не с Дот А со стримингом Дотой Конечно же Поймите меня правильно Упс Надо Ребеккой Осторожней бегать Надо сейчас Я ее убью здесь Да Что-то нравится Ребекка этому роботу Это наверное Такая любовь Фу Говорит Вбвввв А что фу А во сны Почему фу Дай с Дот Все ставлю Минус Говорит Выпиливаю Из избранного Ой Да пожалуйста Нормальных Адекватных Людей Всегда больше Чем тех Кто хейтит Какие-то Конкретные Игры Или что-то еще Вообще Вообще Нас тут прибежала Настоящая беда Потому что Их тут Раз, два, три Четверо Придется сейчас Побежать чуть ближе Заюзать миниган Гатлины Теперь хоть понятно Откуда у тебя Минусы Есть Гришнигами Нет Минусы Они появляются Спонтанно И вне зависимости От того Что стримишь Потому что Стримишь так Тихо Хватаешь минусы Стримишь арканом Хватаешь минусы Но есть и плюсы От тех людей Которые Реально Здраво оценивают Стрим Хотя на самом деле Все это дело вкуса Кому-то просто не нравится Например старые игры С плохой графикой Что ты поделаешь По поводу ТС Есть интересный мультик Сделан Кудесниками Я так долго ржал Над некоторыми А это на Кудгейме Продолжает Зелдор Скроллс Обсуждать Понятно А Свиндел Да-да Там не в списке Говорит Саша Коток А вы можете добавлять Эти списки Самостоятельно Все что вы хотите Там есть возможность Добавить свою собственную идею Без каких-либо проблем То есть никто вас В этом не ограничивает Не-не-не Говорит Джокер Планескейп Кульная игра Но как Ее стримить Будешь сложно Там текста Как в войне и мире Вот да Текста там реально Очень много Просто невероятно много Но я думаю Что это как раз Тот самый тип игр Который Был бы На стриме Очень интересен Вы посмотрите Как я например Fallout Арканом Прохожу Там читаю все тексты Все объясняю Совсем разбираюсь Так вот Насчет Планескейпа То что там что-то Находится в топе Это не значит Что я за это возьму Сразу стримить Это как бы Не демократические Такие выборы Того что там у нас Будет следующим проектом Это скорее Небольшие исследования На тему того Как совпадают Наши вкусы И ваши вкусы То есть стримеров И зрителя Насколько Друг с другом Согласны В том что должно быть У нас на экране Вот так вот Кстати А для тех Кто смотрит Все эти записи На ютюбе У вас Прямо под Видео Есть в описании Тоже ссылочка На реформал Где тоже можете Голосовать И предлагать Свои идеи А ты в Д2 Уже начал играть Спрашивает Хамбо Так я уже закончил У нас был стрим Где на хардкоре С несколькими фейлами Но в итоге Было пройдено Все Когда продолжение Будет в Аркануму Завтра Завтра По стриму Кролл за октоподы Рекомендует Айхейт Сарцана Обязательно Не только за октоподы За многих различных Можно Персонажей Ну не то что персонажей А за раз Разные Постримить Но это сделаем Когда закончим Прохождение дома Ёж пишет Что он плюс и минус Составил на Как он реформал По принципу Что хочу видеть А что нет А не то Какие игры мне не нравятся Лучше все таки Минусы ставить Только тогда Когда вы что-то считаете Что оно реально вам Очень не нравится И вы не хотите это видеть Вот Люди не знают Что хотят Пишет GP Электрисити Это закон номер один Нет На самом деле да Поэтому я и не Ориентируюсь на это Как Вот На такое Однозначное решение Что решила аудитория И что нужно стремить дальше Это скорее такой Как бы совещательный момент Который позволяет Определить Насколько действительно Я Действительно Как сказать Понимаю вкусы Те кто смотрят Меня постоянно Насколько действительно Некоторые идеи Являются Источником Лютого Батхерта У зрителей Значит Есть надежда Адом увидеть Пишет Эндрю Да конечно Я уже неоднократно говорил Что все что начато У нас На стриме Оно обязательно будет закончено А раз Адом я начал Значит я обязательно закончу Не переживайте Ну что Заканчиваем Наверное ход Переключаемся На дальнобойную Обязательно Зачем Затем Чтобы сейчас Можно было Вот того снять И Как бы вот так достать Стоп 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 Там кто-то еще К нам бежит О Без сознания Отлично Как он удачно Подбежал просто К нам в руки Пришел Там есть жестокие минусы К Fallout of New Vegas Горячий Гамерюк Fallout New Vegas Да Я что-то прям честно говоря Удивлен Насколько его заминусовали Но По делам По делам Нечего делать Такую Отстойную Как сказать Такие Отстойные продолжения Fallout Fallout Он только Один Точнее говоря Два Это первый и второй Вот Остальное Это Конечно Хоть и называется Fallout Но я не помню Неоднократно уже На эту тему На стриме говорил Что Есть очень большая Разница По духу Эти продукты Очень сильно Отличаются Нужно было Просто название Другое выбирать Добрый вечер Добрый вечер Приджеки Раша Упор Эта миссия Это действительно Она просто Жуткая И нам еще Долго Проходить Давайте посмотрим По карте Где мы находимся Так Я нахожусь Где-то вот здесь Сейчас Ну Вот это место Тоже не зачищено Это все осталось Пустым Пропущенным Сейчас мы туда Вернемся Обязательно Они всегда подскакивают Говорит Айхейт Сарцан Когда их Лежа Уничтожают Лежа Точнее Говорит Да-да-да Так происходит Обычно Просто здесь Есть одна Единственная Анимация Уничтожения Она используется В любых случаях Без сознания Там валяется Трубок Великак И что этот терминал Дает Вот скажите мне Я сейчас Только что Его потрогал Так Давайте попробуем Применить науку У нас Дайсмастер Прокачен науку Чуть-чуть Да что ж такое Ничего не происходит Совсем ничего Да Совсем ничего Не дает Печально Печально Если бы это Назвали не фалатами То никто бы их Не купил Пишет Фужитив Да А в том то и дело Что это чистый маркетинг А в результате Место Пошековых боев Изометрического Вида Фирменная атмосфера Fallout Escape Мы получаем Такую Легкую Клоунаду По мотивам С релтаймом Пыщ-пыщ От первого лица Ну хотя сказать честно У Бехезда И у Обсидиан Получаются Вполне очень Неплохие Истории квеста То есть С точки зрения квестов Их количество И разнообразие Игры вполне неплохие Но меня честно говоря Вот в Fallout В первую очередь Атмосфера волнует Здесь мне нравится Вот в Fallout Таксисте атмосфера Тем что она очень серьезная Здесь почти нету Никаких шуток Таких Свойственных Фэллаутской серии Новой Вот этой вот Бехезда С засилием Даже я бы сказал Переизбытком Тошнотворным Какого-то ретро стиля Вот Мне игра очень понравилась Между прочим Пишет Кудоку Вот в том-то и дело Что люди разные Вкусы разные Кому-то нравится одно Кому-то другое Кому-то Fallout New Vegas нравится Кому-то хочется играть В рогалики Кто-то играет в доту А кто-то в это время Играет в квесты какие-то И Это просто дело вкуса Любить или не любить За это Наверное Не стоит определенно Вот Поэтому вообще Когда я вижу стримера Обычно Я какого-то Ну Первым делом Просто ставлю плюс И Меня это на минус Крайне редко Только в тех случаях Когда люди там Реально Неадекватят на стриме Орут Постоянно психуют Или Просто не комментируют А в зависимости от того Кто какую игру стримит Ну Не важно на самом деле Выбор на XK2TV Очень большой Меня вот например Постоянно просят Постримить То Fallout of Nevada Например То Dark Souls Какой-нибудь И Ни то ни другое Например Я стримить не хочу Но Что поделаешь Такой вот DICE Есть куча других людей Которые с удовольствием Постримят какой-нибудь Dark Souls И Fallout И доту И все что хочешь Не пались опять с дотой Ну что такого в этом Серьезно Если Хотите за эти минусы Ставить Не ставьте Мне это какое дело вообще Так Даже тот же третий Fallout Сделали каким-то Обливионом Говорит За Джерри Ну так его сделаны Движки Обливиона По мотивам Обливиона То есть Бехезда Она Чем знаменитая Это очень хорошая студия Кстати у нас будет Очень интересная игра От Бехезда Определенно на одном Из будущих стримов То есть это вообще Инфа 100% Мы будем проходить Даггерфол Ну как проходить Попробуем по крайней мере За него взяться Игра очень сложная Игра очень большая Огромная даже Сказал бы И местами она Забагованная Ну как местами По-моему она там Кругом забагованная Просто По кругу И внутри еще Проеден червями Вот И игрушка хорошая Очень Конечно Это Может быть Покажется Кому-то Слишком Олдскульно На нотала стоит Так вот Бехезда Вполне Определенном Жанре работает У них Игры от первого лица Отчасти смещенные В сторону Экшена И квестов А не в сторону Скажем Сложного Какого-то тактического Геймплея И Интересной истории Потому что Квесты и истории На самом деле Разные вещи Можно сделать Кучу квестов Сделать плохую историю И наоборот Сделать хорошую историю Почти без квестов И вот Сделать фалат В таком Как сказать Духе Не знаю По-моему Не стоило Наверное Ура Говорит Эндрю Есть версии Небаговные Я такой нашел Что серьезно Есть небаговные Нет Ну Это звучит Как симарон Какой-то Небаговный Баггерфол Конечно Есть разные версии Есть исправления Есть и фанатские Исправления Но в итоге Они до конца Все так и не правят Там есть вещи Которые просто Без справки Движка не изменишь И Что поделаешь Приходится с этим жить Лучше Моровин С последними графическими модами Говорит Звездолетчи Да Моровин Конечно хорошая штука Очень классная Я помню Когда-то Давно-давно Когда я начал играть В Моровин Для меня это было Прямо как Настоящее откровение Это была первая игра Которая заставила меня поверить Что трехмерная графика Может быть Реально красивой Там был действительно Очень качественно Проработанный Вот Интересный мир Вот Но Моровин Много Кто уже стримил Если вы хотите Можете Легко найти Его прохождение Так что мы здесь Все зачистили что ли Вот здесь мы по-моему Еще не были Давайте сюда поднимемся Играю пятый месяц Ни разу не вылетала Говорит Эндрю Не вылетала Тебе везет Реально серьезно Это хорошо Это очень классно Так Рыбэк Рыбэком Так Открывает двери Хорошо что у нас есть персонаж Который взлом Все таки хоть как-то качал Потому что здесь Вот такие заперты Двери Их вполне хватает Особенности в этой миссии Вот В этой миссии Их особенно много Потому что когда мы сейчас Бараки проходили В начале стрима Да Когда это давно было Тут миссия просто Какая-то необъемная Так Упс Хорошо я поднялся Благо эти роботы Они довольно-таки Такие Хлипкие Их можно легко увидеть Вот Уже я это сделал Берем троих Кто уже поднялся наверх Проводим А остальных Отправляем на лестницу Лестницы Вот здесь вот приятный Такой пример Как раз в тему Того как бывают Игры забагованы Здесь не то что Это не забагованы Но реализация передвижения По лестнице Очень кривая Это постоянно раздражает В Багерфоле Ну когда мы его начнем проходить Конечно мы тогда поговорим На эту тему Сейчас я наверное Не буду отвлекаться На этом много Времени Шнягами говорят Пятый месяц Это просто еще Не отвисла игра Лол Да Самые классные баги В Багерфоле Они не геймплейные То есть когда вы Проходите игру Вы можете банально Потерять возможность Ее прохождения В дальнейшем То есть просто У вас квест Нельзя дальнейшие Получить или сдать Все До свидания Ну это кстати Не мешает играть При всем При всем прочем Ты не прав Говорит Эндрю Дело не в том Как много стримит Моровинт А в том Кто стримит Я например С большим интересом Посмотрел твое видение Прохождение игры И формирование персонажа Стрим Это как авторское кино Да Ты хороший резерсер Ну и актер конечно Спасибо тебе За такие слова Ну Я не исключаю Что возможно Когда ты Моровинт будет В принципе Пишите на реформале Про него Заодно Зачем вообще нужен Сам по себе этот реформал Вот Самый главный вопрос Вам он нужен В первую очередь Для того Чтобы вы могли видеть Какие идеи Я уже отклонил То есть Какие игры Я стопроцентно Стримить не буду Какие игры популярны Какие игры Собственно Нравятся вообще Тем кто смотрит меня Какие действительно Имеют высокую вероятность Увидеть это в будущем Предложите Вы можете Что-то такое О чем я даже Не задумываюсь Часто бывает Я что-то забываю Вот Есть некоторые Интересные Образведения Которые в детстве Я когда-то играл Но про них Уже давным-давно забыл И тут вы можете Мне вполне Про них напомнить Или рассказать Про что-то новое Про то что я не знаю Что бы с удовольствием И прошел И Для вас это Такая вот Хорошая площадочка Чтобы найти ответ На вопросы Или самим Что-то предложить А для меня Ну для меня Это в общем Тоже полезно Привет Привет Че Говорит Виллиан Привет Тебе Конечно Здравствуй Давно не видел А сейчас тебя Вообще Я тут уже Предпоследнюю Почти что Миссию Прохожу Винтовка Гаусса Кстати не порадовала В такси Говорит Джокер Раша Ну винтовка Гаусса Здесь она не очень Хороша Потому что Вот во втором Флауте Там был очень сильно Смещен акцент В сторону Стрелкового Оружия Жесть Вот это я Вышел Вот это я Появился По-моему Нас следующим Выстрелом Просто убьют Так в этого Стрелять не будем Возьмем Гауску Тоже попасть Не можем Здесь не достаем Беда Ой беда Надо как-то Снять этого робота Потому что На следующий ход Он нас просто Уничтожит Заболтался я с вами Вот видите Наш больше внимания Игре выделять Я думаю Это в основном Оценят те Кто смотрит записи Так 0% No Вперед Сколько Сколько нас 29 Ну поводи 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 Нет Там ничего Не свесит Нужно вперед Выставить Кого там Например Джо Белон Кто бы мог бы Принять на себя Выстрел Значит Травма Бежит вперед Дайс В сторону Всем рассредоточиться И молимся Что нас сейчас Не убили Привлечение В тактические Режимы Взят У этого робота Правильно Хорошая идея Поддерживаю Всецело Вот Травма Как прям Ааа Элис Нет Нет Элис Убивают Это кошмар Элис Мы будем помнить тебя А чтобы помнить тебя Хорошо Мы загрузимся Конечно же Варкрафт 3 В плане Одиночной кампании По-моему Лучше Гришнигами Рюк А мне Варкрафт 2 Очень нравится Я помню Какие у меня Впечатления были От Варкрафта 2 Это было Что-то совершенно Невероятное Ну 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 Че еще Пишет Нас Травма Подаряет Подвиг Стича Да Не то что Подвиг Стича Повторяет Ну Как сказать Подвиг Стича Он был гораздо Более Героическим Там Стич Во-первых Умер он Защищал Спасал Солдата Другого Это раз Все Он умер Как герой Во-вторых Когда умер Стич То мы сделали Сейв Прямо во время Его смерти Еще неудачный Теперь осторожнее Действуем здесь Потому что Когда мы отсюда Выбежим Мы попадем Сразу под перекрестный Огонь И это опасно Знаете От этого Надо все-таки Стараться Этого надо избегать Вообще Большой комплекс Тут такой Столько всех В общем можно найти Роботов Гуманоидов Роботов С ракетами Перезарядить О, я уже думал Патроны кончились 709 Какой там кончились Фамини нету Какой сюжет игры Спрашивает меня Хамбо Сюжет очень Как сказать Линейный Но при этом Довольно интересный Сюжет мы играем За Братство Стали И Братство Стали Сейчас Сражается С роботами То есть Есть здесь робот Чего не робот А компьютер Калькулятор Который находится Убежище 0 И Если смотреть Предыдущие стримы Там очень интересные Истории развиваются Как мы Постепенно Начиная от того Что просто С какими-то рейдерами Сражаемся Встречаемся С супермутантами Которые бегут От луч вот этих роботов Которые И гонят И как сами Роботы Что из себя представляют Пощищают там Генерала На самом деле Сюжет простенький Пойдется через диалоги Но в принципе Он довольно приятный Интересный Салют Говорит Косарх Привет тебе Так Гаусс Говорят Где-то вот здесь Вот в этом помещении Есть Нам нужно Сейчас так выбежать Чтобы нас А. не убили Б. мы убили Кого-то сами Как бы это сделать Ясно Нам здесь рады Прибежал робот Прямо сразу По заказу Слышу Что здесь стреляют Чего где Получай Смерть захватчикам Когда они падают Без сознания Это особенности приятно Потому что они становятся Такими мелами Добрыми Безобидными Прямо как Спящие котята Так хочется взять И придушить Зачем тебе Гатлинг Лазер Спрашивает Джокер Раша Как зачем Для того Чтобы можно было бы Так Спокойненько Убивать роботов Теми же самыми Патронами Которые у нас Сейчас в избытке Может конечно Браунинг использовать У нас Браунинг Сейчас на базе находится Именно вот конкретно В этой миссии Его не взял Но обычно Использую Браунинг Хорошая штука Плюс собственно Скажу вам честно Еще один вид Тяжелого оружия Вполне Казалось бы Такой Удобный Гранатомет Совершенно ни о чем Повреждения Очень маленькие Они не без сознания Говорит Косарх Они падают в сот Ну да Конечно Мы все знаем Что когда робот Находится без сознания Это просто В сот Вот что значит Выпускать роботов На бензину Америка Что с них взять Есть же Браунинг Браунинг есть Да Вот когда у нас Патроны с обедненным ураном Точнее Резь обедненного урана Тогда мы будем Использовать Браунинг Потому что он просто Разрывает нам в клочья Моментально Как бы так высунется Чтобы нас не убили Сразу 50 батареек Стимпаки Стимпаки Давайте сразу Передадим травню Пусть у нее будут Какие боеприпасы Есть для гранатомета Спрашивает Айхайцарсана Очень хорошие боеприпасы Вот такие вот Электромагнеты Электроракеты На ракетный снаряд Опускающий при ударе Электрический заряд Они хороши тем Что они роботов пробивают И у нас сейчас В основном сражения Только с роботами идут Ты просто игноришь То что персонажи Прогибаться могут Гритшенигами Раскрыли меня Как теперь Подойти-то сюда Дверь мешает нам Курсор вот сюда А нет Через контрол Можно подойти Отлично Есть Елиз молодец Уничтожил одного робота По крайней мере Теперь нас с трех сторон Одновременно стрелять не будут Возьмем ее Вылечим за это Обычно у меня не было Таких патронов Много с обедненным ураном Говорит У меня тоже Конечно Обычно их много не бывает Что там произошло Левая нога Получила повреждение Что Ничего себе полечил Вот травма Реально Оправдывает свое имя Она травмировала Элис И ей Сломала ногу вместо того, чтобы ее перевязать. Вы когда-нибудь видели, что при перевязке ловалась нога? Вот теперь вы это можете наблюдать вполне. Хорошо. Вроде бы мы ее немножко подлатали. Этого робота убили, второго робота, который был с этой стороны, мы пристрелили. Теперь нам нужно как-то выйти так, чтобы с одной стороны вот этот робот нас не убил, а во-вторых не стрелал параллельно вот тот робот. А, да все просто. Просто, знаете, на пофиг. Так, подбегаем Элис сюда. И уничтожаем этого робота. Теперь берем Дайса и всех остальных, и в тактическом режиме проводим сюда. Форсайт. Форсайт не тормозит. Опа. Вот это номер. А тут еще два робота, и один из них с гатлингом. Не успел я их выделить. Вот после того, как мы заканчиваем бой, их надо сразу же выделить и отправиться. Еще глазасик упала. К недобру, к недобру. И Тайс-мастер убивает. Зря я выбежал. Это была очень плохая идея. Дети, никогда не сделайте таких вот отчаянных поступков. Не убегайся. На встречу сразу нескольким роботам. Это плохо кончается. Фед говорит, здорово, Дайс, здорово тебе. А ты не хочешь вместо травмы взять нейрохирурга, говоришь, с тенигами рук? Ага, отличнейшая идея. Вырезать мозги нам всем. И сделать отряд безмозглых роботов. Эпично сплить. Чего? А, эпичный сплит, наверное, имеется в виду. Ты просто не был в наших больницах, говорит ВВВВВВВ. Да как же. Знаю я, как в наших больницах бывал. Ничего там хорошего. Нам нужно с одной стороны пристрелить двух роботов там. Одного здесь. Переключаемся на дальнобойное оружие. Попробуем сейчас выйти. Знаете как? Сейчас что-нибудь придумаем обязательно Сейчас попробуем высунуться в дверь сейчас Так, чтобы был увиден робот здесь Его попробуем снять Или тех хотя бы, кто здесь находится Вот этот вот Идейка тоже вполне вариант На это уберем Ребекку, Дайса, Фарсайта И кучнее их ставим Так, чтобы они занимали как можно меньше места И стояли все дружно Убираем Элис, конечно Сейвимся И подходим осторожненько сюда Да, оставить их кучнее Это идея из самых худших Которая только мне приходила в голову в последнее время И делать последний выстрел я не буду, наверное Что у нас должны еще Выстрелить Фарсайта А Фарсайта... Нет, Фарсайта видит вполне Только Фарсайта плохо видит Настолько плохо, что даже вот этим оружием лучше стреляет Вот, почти уничтожен Это хорошо Остался Ребекка У нас два варианта Либо Дайс сейчас делает выстрел и возможно дохнет А кто там его пасет Там еще вон тюрель есть Либо он отходит И... Фарсайт Фарсайт в сторону Вот, Ребекка Да, Ребекка может стрелять Отлично Обычно люди с другой стороны выходят, говорит, шнигами Может быть У меня очень неудачное место для того, чтобы вылезти в игру Все равно не получается его убить Ну, давай Дайс, давай Нееет Да Говорит робот Да Слава роботам, смерть человекам Отойди за стену Надо было отойти, конечно Но жадность, жадность выберет свое Вот что значит жадность Ставим сразу же пошаговый режим У нас нету 98% попадания Почему же? Либо робот сейчас далеко находится Либо-либо-либо Вариантов-то полно На самом деле, давайте посмотрим А с нижнего уровня мы могли бы сюда подняться с другого места В принципе, здесь должны быть где-то лестницы еще Заманчивая идея все-таки Взять и забраться с другой стороны Ты француз? Почему тюрель? Тюрель по-русски говорит Эндрюх Какая разница? Я не из грамма нация Чтобы презираться еще и к произношению И ко всякому остальным мелочам Первый раз промазал Молодец 31% Мало, конечно Очень мало Мы не попадаем Отходим в сторону Пропускаем, во-первых, форсайт и Рбеку На 2 14% Мало Очень плохо Так, ну что же делать-то? Потому что я бы с удовольствием сейчас взял бы Выбежал сюда и расстрелял бы в упор Элис Но здесь пасет второй А, я знаю, что делать Ха-ха Тогда будет правильное решение Умри Не совсем то, чего я ждал Ну, одного, по крайней мере, мы сняли Хорошо Ребекка Ребекка может, конечно, подбежать ближе У нее на выстрел нужно 4 очка Раз, два, три, четыре Значит, она где-то на 2 может подбежать Это лучше все-таки в сторону бежать 32% Конечно, ни о чем Эндр говорит Я не придираюсь Сори, слезозел Просто я начинаю тебя представлять в шляпе с перьями И плачь, чем ушкитера Ну, да нет, я не обижаюсь Все нормально Все отлично Ныгайте, закрой дверь изнутри Говорит Косар Да, и сидите там до того Пока у них не кончится топливо и электричество Где-нибудь так, лет через тысячу Вариант же, согласитесь Почему-то у меня такое впечатление Что у Форсайта стала очень плохая меткость Не просто плохая Нет, реально плохая Форсайта подбежим Ну, подвинем ближе Для чего? Для того, чтобы она принимала урон на себя У нее, по крайней мере, хитпоинты еще есть Двадцать три еще на один Ну Да, попадание Это прекрасно Рассредотачиваем остальных И ждем конца хода Так, у нас еще травма не ходила Она, кстати, где-то Да она может здесь стоять совершенно без проблем А три гениха, вы продолжай веселье Говорит Косар Сейчас сделаем Вот это вот Это было нормально Теперь мы можем добить его спокойненько Да Или не можем Да, издалеко находится Ребека Ребека можно четыре подбежать И сделать два выстрела Да Вот Он почти уничтожен Это хорошо Теперь Убегаем на два Сделать подбегание еще на Три надо Да Верчем в сторону Что-то, с одной стороны, Джо была ближе Вот 40% 68% 68% гораздо надежнее Но не выходит, к сожалению Дайс Остается надежда на Дайса Дайс подбегает на Три Да, у Дайса очень хорошая точность 55% Это вполне нормально Вот Получилось Все Конец этого хода Сейв Возим травму лечить наших Как понимаю, сегодня Убежище 0 не пойдешь Говорит, шенигами Конечно, не пойду Потому что убежище 0 Это очень длинное Дело Это на отдельный стрим А сегодня мы будем Вот эту миссию заканчивать Миссия, потому что Еще далека От завершения Ох, далека Может ты мне объяснишь Говорит Косарх Почему в фулауте На лазерные лучи Летают кусками А потому что Это Клеворное влияние Звездных войн Там же тоже Лазерные лучи Летают кусками На самом деле Конечно, всем ясно Что лазерные лучи Это штука Которая Отнюдь Не имеет Какого-то такого Вот Физического куска Непонятного Светящегося Нечто летящего Довольно долго К цели Но В играх просто На самом деле Вот Это Зрелище не выглядит И в кино По той же самой причине Лазеры делают Такими Светящимися кусками Чего-то там Летящего вперед Просто для Коминографичности Впрочем Да, и что насчет Новую фошки Будешь стремить Говорит Виллиан Зип Если оно будет Хорошей, то буду Но у меня есть Очень сильные сомнения На ее тему Вообще-то у меня Везде там мерещится Консольный дух Так Вот этого робота-гуманоида Мы лутали Давайте проверим Форсет что-то плохо стреляет Да, согласен Она плохо стреляет Непонятно почему У нее, например Девятое восприятие Урон Приз Мутация У Дайса Восьмая Восьмое восприятие Всего 200 Энергооружия А здесь Всего 194 Разницы почти В энергооружии нету Восприятие У Дайса Меньше А, у Дайса Меткий стрелок Это плюс два В том, что касается Прицеливания Вот понятно Почему Дайс Лучше стреляет Очень хорошая нова Кстати, да Вот теперь ясно Лучше плазмой стреляй Говорит Ёж Лучше плазмой стреляли А вообще, собственно Не было бы лазерного оружия Как такового Согласен На самом деле Выглядит она стрёмно Потому что она не лазерная В советском фильме Гибербаллод Инженера Гарина Лучше было правильной Говорит Эндрю Так в советских фильмах Была очень интересная фантастика Во многом Ух ты Пустая комната Наверное, для того Чтобы можно было Отсюда расстрелить Тех, кто наружу находится Так вот Насчёт советской фантастики Там было очень много Интересных решений Хотя бы потому Что там не было Спецэффектов В принципе В Советском Союзе Все старались Сделать именно Как-то Что ли Художественно Правильное произведение Сейчас мы через окна Будем расстреливать Вот этих ребят Встаём Да, если Он ещё не видит А зато Другого видит Так, Ребеку Тоже подвинем Поближе Я не могу За своих подвинуть Потому что Это будет стрельба Либо Сейчас контролом Зажимать Либо просто мы Выбираем своего Какого-то другого Оперативника Ладно Сейвимся Давай чуть-чуть В сторону подвинемся Не видим Никого Вот они там Засели вдвоём Даже отстреливаться Почти не пытаются Взял И спалил Контору Пишет Косар Все считали Что в СССР Не было секса А ты взял Даже заболтала Страшная тайна О том Что на самом деле В СССР Не было спецэффектов Конечно не было Потому что Не было ни оборудования Для этого подходящего Не было Ни вообще традиции Каких-то таких В кинематографе Потому что В кинематографе Да и вообще В искусстве Всё было основано На реализме Так называемом Сосреализме Быстро Убиваем того Который с Гауссом Лежит без повреждений Или вот этого Сильно повреждённого Давайте Сильно повреждённого А реализм Он не допускал Как сказать Таких вот Особых Фантазий Найти его Пилу-пилу С бластерами У меня конечно Фантастика была Но она была Вот какой-то такой Более Как бы это сказать Более литературной Что ли Потому что Взять например Того же Сталкера Талаковского Или Кензадзу По сути Просто Лёгкие декорации Ничего больше И плюс Какой-то Смысл Такой фантастический Вот У меня вот до сих пор Вспоминаются Сцены из Сталкера Где Там камера На протяжении Нескольких минут Пролетает просто Над лужей И всё это время Персонажи Разговаривают о чём-то Вам показывают Лужу На протяжении Пары минут Это выглядело Настолько шикарно Что никаких Звёздных войн И Стартреков Не надо Сэр Не было специфика Кто говорит Лосон Кайлос А как же Летающие Гадюшники Попелаться В Кензадзан Ну вот там Это было по сути Один из небольших Таких лёгких Исключений Которые Подтверждают Лишь правила Ходим Дайсом в сторону Чтобы могла Подойти Ребека Глазастик у нас Подходит Кого-то видит Нет Вот теперь видит Почти уничтожено Умри Не Сталкер А Пикник на обочине Виллиан Зип Говорит Пикник на обочине Это произведение Бракса и Фстругацких А Сталкер Это фильм Так называется А игры Сталкер Да её не было Кто-то слышал Про такую С дом Сталкеры Выдумали Айпад И мобильный А в Стартреке Выдумали Айпад Мобильный Телефон Говорит ВВВВВ Да Стартрек в этом смысле Очень хороший Гораздо ближе К качественной Литературной Фантастике Западной И западных Вообще Фильмов И сериала Он мне в этом смысле Очень нравится Классная штука О, сталкеры, народ, весь фильм только и общался, говорит Касар Я не осиловал эти потоки сознания А в том-то и сути, в фантастике была Что там единственный фантастичный момент был под самый конец Когда дочка сталкера двигает силой мысли стакан по столу И все, там это был единственный спецэффект за весь фильм, по сути Ну там еще, конечно, когда в лесу голос слышит один из сталкеров Но это все не в счет В кого это мы там стреляем? В тюрель? С такого расстояния? Неплохо, неплохо Кстати, то, что стреляет один единственный дайс, это хорошо Потому что у дайса максимальная эффективность стрельбы Он стреляет с самой мощной винтовки Сейчас мы эту тюрель быстренько забьем здесь за полчаса Потому что она всего лишь повреждена Два процента Нет, это у дайса не два процента, а тридцать шесть Давайте забежим поближе тогда Все, дайс уже не видит тюрель Заведем сюда форсайтом Да, форсайтом Нет, это не дайс стрелял даже Ой, лол Что-то я уже путаюсь в том Они все на одно лицо Все в одинаковой броне Кэллис, отойди Ты сюда О, отлично Одну тюрель уничтожен Теперь другую Лот-тайм, говорит шенигамерюк Да Лучше звезд нас И тут сколько лота будет Вот это очень хорошая комната Она полна любви, добра и человечности Подумаешь, здесь трупы людей лежат Зато здесь есть Сейчас я вам покажу, что здесь есть Здесь есть Вот такая пушка Это просто шикарнейший пулемет Это Гаусс машина Гаусс миниган Мэг Он был разработан в Китае Создает множество электромагнитных болей Позволяющих делать до 90 тысяч выстрелов в минуту На невероятных скоростях Это не просто гауссная винтовка Это пулемет из гауссовых винтовок Просто имбал пушкам Единственная проблема с этой пушкой Потому что она же держит пули с невероятной скоростью Они в дефиците В отличие от того же полаута второго, скажем Диде пули легко купить было Здесь вы их не купите Просто так Подождав там, скажем, пару дней Вернувшись к торговцу Здесь Вот эта щитня с торговцами Она пофикшена Как сказать пофикшена Здесь геймдизайн немножко другой В плане торговли Здесь новые вещи у торговца появляются Когда вы получаете новый уровень какой-то Или когда вы выполняете определенную миссию А не просто тогда, когда вы Скажем, подождали некоторое время пустоши Зачем ты убил всех людей? Говорит Double Damage Не знаю Они меня попросили Сойдет такое объяснение? Или не очень убедительно? В Китае? Тогда лучше выброси А то в руках рванет Говорит Эмодзиум У нас есть журнал Голый лось Шикарная штука Я помню, мы уже встречались с этим журналом Чуть раньше Это порно-журнал Представляющий их лучших лосей в стране Статьи просто исключительные Рекомендую Если хотите экзотики Читайте этот журнал Кстати, еще книжки есть Сейчас Почитаем Дайсом Науку Это отдадим травме Так Эту А, науку не Глазастик прочитал, а не Дайс Лол Глазастик же должна была читать эту книгу Ясно Запейлил слегка Дайс отдает Вот эту штуку Например, Джо Или Фарсайту Фарсайту, я думаю, да У нее же как раз гауссское оружие в руках И пусть у нее будет все гауссское сейчас при себе Мы же пользоваться этим не собираемся в ближайшее время Так ведь? Так ведь Отлично Если овца из арканума Гори дабл дэмэдж Застанет себя защитением этого журнала То будет скандал Если вы не знаете, что это за овца Смотрите воды по аркануме на ютубе Ссылки есть внизу Подписывайтесь На твиттер И не забывайте ставить плюс, если вам нравится мой стрим Хищник класс, но спецэффектов там нету Чужие класс Терминатор класс Эх, сколько разных классных фильмов тут начали упоминать Но, как сказать, это вот классические такие фантастические боевики Чужие, терминатор, хищник Некоторые с элементами, скажем так Триллера, хоррора Но, в целом, они в основном посвящены боевке именно экшену То есть действию А мне, честно говоря, очень нравится такая литературная фантастика Когда читаешь различные произведения 20 века И вот там передан дух приключений космических Различных космических загадок и тайн Различных необъяснимых сложных явлений и тому подобного А не просто какой-то... На самом деле, вот боевики фантастические Это не фантастика, по сути, по той простой причине Что там основной акцент делается на том Что люди просто немножко в других условиях Слегка отличных, фантастических Занимаются тем же самым, что и в обычном боевике То есть стреляют Убивают друг друга, взрывают что-нибудь Ездят за кем-то там в погонях и так далее Это, конечно, все смотрится очень классно и интересно Ничего против этих фильмов не имею Но есть, конечно, гораздо более такие вкусные произведения В общем, это игра на выживание Говорит Фандор Джиай Ты же от голода здесь не умрешь, или я ошибаюсь? Здесь меня все время пытаются убить То роботы, то супермутанты То различные какие-нибудь там риверы, еще кто-то Здесь все время приходится убираться По останкам И пытаться найти себе То новую броню, то новую пушку Для того, чтобы выжить в этом суровом мире пустоши Так что выживание здесь не обязательно Оно вообще не здесь, а в принципе Выживание связано с голодом или с чем-то подобным Выживать можно в суровых реалиях Скажем так, после апокалипсиса Конец вечности читал, спрашивает Максим Касс По-моему, не читал Книжка и аптечка на столе А, точно, слушайте, там еще что-то пропустил, да? Значит, мы что сделаем? Возьмем форсайта И... 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 А, птичка первой помощи Реально И книжка по первой помощи Спасибо, что напомнили мне Вот теперь вроде все здесь должно быть Найсмастер, назови на скидку пару любимых фильмов, которые вспомнишь Пару любимых фильмов на скидку Ох, вот всегда это сложно, когда тебе задают такой вопрос Вспомнить такие фильмы Например, Джонни Мнемоник, Форест Гамп Во-первых, в голову приходит В конце концов Тот же самый Сталкер, которого я вспомнил Очень мне понравился А так, скажем Для того, чтобы... Вы нашли лоботомированное тело генерала Барнаки Опа, внезапно Можете следовать в точку эвакуации Спасибо, генерал Я сам этого не заметил Но уже говорят нам, что мы нашли лоботомированное тело генерала Барнаки Бедный генерал, его вскрыли в черепную коробку Бррр Тело генерала Барнаки Какие-то кровавые ошмётки Какая-то жуть просто здесь творится Сразу же мне прервали с мыслями насчёт кино и фильмов Да Кулон генерала Возьмём на память Вечный мир и покой вам, генерал Я помню, мы были с вами, как бы это сказать Можно... Не скажем даже боевыми товарищами или братьями В конце концов он уже нашим генералом был Да, генерал, вы были отличным наставником Мир праху вашему Так, а что-нибудь ещё интересное здесь есть По-моему, больше нет ничего Печальный конец генерала, да, ведь Возьми стрелу лутов, взял-взял, уже забрал У меня любимый фильм «Ингрид Эндрю» Это «Бойцовский клуб» Всем рекомендую Когда я был подростком, мне тоже очень нравился этот фильм Ну, потом я понял, что он Фильм очень классный, но Отнюдь не тянет на Один из самых лучших Потому что Потому что я прочитал, во-первых, книгу Чака Палайника По которой был снят этот фильм Книжка в некоторых моментах гораздо лучше Какой-то фильм зрелищный А во-вторых, собственно, сама по себе философия Вот это Она довольно сомнительная Потому что она очень хороша для такого подгроссового бунтарства Для того, чтобы Считать, что мир нужно разрушить Но Это всё философия Вот так вот Ничего не забыл, говорит, с шенигами Я, по-моему, кулон генерала взял Там что-то ещё, кроме кулона, было Кулон генерала В нём находится портрет его самого и его жены Марии Также у нас есть письмо Барнаке Адресованное его жене Марии Вот Шенигами говорит Мой любимый диалог Диалог Стоп, какой диалог Эй, а там ещё роботы есть Это снизу, что ли? Хм А, я проторговался, говорит шенигами Вот и торговец Купец Кер Он лежит на столе Ещё живой Накрытый простынёй Весь кровищи Убей меня, пожалуйста Говорит он Ему очень не сладко И сейчас мы послушаем Что он нам скажет Если он может, конечно, что-то сказать ещё Как это тебе удалось сюда добраться Не попав в плен, воин? Твой жёсткий взгляд Выдаёт твои намерения Дай-ка угадаю Ты смотришь На моё израненное Изломанное тело Из которого во все стороны торчат Трубки и механизмы Ты понимаешь, меня уже Не спасти, да Меня не спасти А мёртвые безопасны Что ж Твоя правда Я не смогу держаться вечно Скажи им Что я ничего не выдал Что я человек чести Прошу тебя Я не могу больше терпеть Эту боль Так что давай Убей меня Они засунули трубку с питанием не туда А ну же Куда это не туда Давайте ещё раз поговорим Чего ждёшь Не видишь во что они меня превратили Убей меня Слишком Больно Умоляю Шнигамида Ты просто настоящий Садист Извращенец Что значит Говори ещё Он умоляет Его убить Зачем Зачем Его мучить Ладно Я поговорю Мне тоже интересно Садистская сволочь Так и будешь Сидеть И Смотреть Как я мучаюсь А Понятно Кишка у тебя Тонка Для Этого Надеюсь Надеюсь Роботы И тебя Поймают О боже Пощади Я Не могу Больше С каждым разом Становится Все интересней Ладно Больше он с нами Не разговаривает Загрузимся В тот момент Пока мы с ним Ещё не говорили Об этом Что всё-таки Давайте не будем Его мучить Загрузим Альтернативную Вселенную Которую Он умрёт Быстро Не будет Держать на нас Зла Дай ему Покушать продуктов Содержащих ГМО Говорит Дефактор Ну-ну Где у нас там Динамит был Для того Чтобы его взорвать Вес потери Кармы По-моему Нужен динамит Юзать Насколько я помню Вот Ребека Сразу по лицу Видно Она подходит Для такой Чего ждёшь Да что ж такое Чё жду Ничего не жду Один раз Надо поговорить В любом случае А я уже поговорил Об этом Один раз Вот у нас есть Задача Обнаружить Нейтрализовать Торговца Обнаружили Один раз Поговорили Теперь Отходим Берём Ребеку Подходим Сюда Можем ли мы Его оба Красть Давайте Активируем Динамит А подложить ему Динамит Можем вообще Или нет В этой игре Интересно Наверное Нет Таймер На сколько Секунд На 10 Конечно Упс Вы прекратили Страдания Кера Можете Следовать В точку Эвакуации Поздравляю Убийца Так я его как Убил нормально Ну будем считать Нормально Ещё Ребек Немножко пострадала В нём Ничего нету Пороемся В шкафчике Эх Да Странно Как-то получилось Но равно Я думаю Он же на нас Как бы Не сильно Обижен Надо Заминируй Его При выходе Из локации Взорви Пусть Покайфуй Говорит Эмодиум Я смотрю Здесь Столько добрых людей В чате Каждый Просто По-своему Немножко Как сказать Садист Ты таймер Активировал А потом Положил Ну так Забить Всё нормально Теперь мы можем Возвращаться Отсюда Откуда мы там Могли ещё попасть Сюда Давайте посмотрим С какого-то другого места Здесь у нас есть Вход ниже Куда-то Спуск По-моему Нету Значит Возвращаемся Назад Надо было Дать ему Оружие Без патронов Говорит Добл дэмэдж А это Такое Маленькое Ещё Издевательство Во-первых Он Я это чувствую В своём состоянии Явно не может Оружием Даже с патронами Пользоваться Ну Не то чтобы В теперечном состоянии В том Котором он был Там Просто не играл За плохого парня В арканами Грешнигами Да Не играл У нас парень Очень добрый Хороший В ящике Я по-моему Смотрел уже Итак Что у нас есть У нас есть ещё Пару зданий Здесь Давайте посмотрим Можем ли сюда зайти Для этого нам нужно Подняться Во-первых Сюда Угу От этого робота Будем обыскивать Да нет Не будем Забьём на него А представься Он все силы собрал Нажимал на курок А там Горит Дэмэдж Садисты Садисты Эх И чём Хорошо Они по лестницам бегают Чувствуете Да Уже стоит сверху И пытается Оббежать По лестнице Причём Того Кто находится Ниже его А Дайс Просто вообще На лестницу Залезть не может Всё Еле-еле Вылезли сюда Если у нас Какие-то дополнительные Задачи в этой миссии Надо вспомнить Обязательно Мы тело генерала Барнаки Нашли Торговцы Убили Глушилки Тоже убили Всё вроде Правильно сделали Да Осталось По сути Отсюда Только эвакуироваться А где у нас Будет эвакуация Проходить Так Явно не здесь Но сюда Я тоже забегу Но перед этим Сохранюсь И на секундочку Отойду Сейчас я Через минутку Буду I'll be back Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я вернулся Я снова с вами Рыбоку по хелю Рыбоку по хелю Когда для этого Будет необходимость А пока мы включаем Снайперское оружие Обратно Потому что там Вдали Где-то маящат роботы И они вдали Действительно Раз они вдали Где-то здесь стоял Только что робот А, вот он уже Здесь ходит Молодец Подходи ближе Слушай, потому что Мне не все стреляют Явно Недалеко Находятся О, да Влип Надо осторожненько Сейчас быстро Убить вот этого Получая инвалидность Хорошее начало Ну и Олег говорит Привет, дайс Когда Арканум Стримить будешь Арканум Буду завтра Стримить Днем Где-то в час Наверное Да 28% Маловато 66 Нету очков 10 51 51 Отлично Ну или не очень Тем временем Травма Достает аптечку Че Аптечки кончаются И лечит дайса Интересно Долго она так будет Руками делать Мне даже начинает Казаться, что Да И я был прав Меня убили Вышли проходить Потом Saints Row 2 Говорит Венсирос Нет Не буду точно Я прохожу В основном старые игры И большая часть Это старые Сиги РПГшки Так что Saints Row 2 Я вам не вписывается Никоим образом А если Кстати интересно Что я буду проходить дальше Точнее говоря Вы сами Хотели что-то предложить Открывайте реформал Ссылочка есть внизу В описании стрима И там Можете Либо проголосовать За уже имеющиеся варианты Либо добавить Какой-нибудь свой Вот так вот Убегаем на мост опять Надо его как-то С этого моста брать Да Не попадают они конечно Тем более Глазастика Инвалидность Что с ней случилось Давайте глянем Быстренько Сломана левая нога Раз Патроны Умирай Аааа Да Здесь вот Та же ситуация Что на крыше У нас вот до этого была Нас с трех сторон Одновременно поливают Я того робота дальнего К сожалению Не могу застрелить Из-за того что ночь И я очень плохо На далеке попадаю А врохот у нас Один единственный Здесь вот по этому мостику Не знаю зачем я вообще Сюда побежал Наверное из жадности Потому что здесь есть Очень интересные места Такие в которых мы не были Тут завод Весь можно пробежать Определенно И возвращаться нам Придется явно этим путем Потому что как раз С завода выходя Мы попадем в зону высадки Точнее говоря наоборот В зону отъезда Нашего отбытия Дождись дня Говорит Джимми Смешно вообще Дождись дня Не он серьезно Почему взять И не дождаться дня Переключим быстренько Элис в режим Стрельбы автоматической Всех призарядим И сейчас мы будем сначала Убивать тех Кто тут находится А потом того робота На робота Яу И Это улетающего гада Надо первым делом снять Он опасен Ох как он опасен Потому что Что вы не говорили Самые опасные роботы Это те которые стреляют Ракетами Потому что они очень Ха-ха-ха Да Он готов Теперь можно это убивать Вторичные реле Повреждены Перенастройка параметров Для компенсации Перенастраивай Перенастраивай Элис стоит Как-то не очень удачно Но она может В этого робота Охранника пострелять Вот он уже почти уничтожен 64 95 Кого бы пострелять Там Джон наверное Будет сюда стрелять А она сюда не может стрелять И снайперки 7 и 7 Окей Сейчас просто теми Кто не может Другие цели стрелять Мы стрелять будем В первую очередь Вот травма Например Кого она там будет стрелять Сюда конечно же Не слабое рождение Да На 6 очков здоровья Сразу И Благополучно взорвала Значит Теперь у нас Может Ребекка Спокойно стрелять сюда Покажи карту Говорит Тайхейт Сарсана Да Сейчас конечно покажу Снимаем С паузы Просто чтобы он Больше одного выстрела За два хода не сделал Все нормально Замечательно Так вот Это карта Мы сейчас находимся Здесь вот На переходе От точки 1 К вот этому зданию С такой крышей Большая часть карты Мы уже прошли Нам остается только вернуться Вот этим путем И мы будем на месте Задача у нас Инструктаж Все выполнены Все прекрасно Осторожненько проходим вперед Потому что мало ли Кого мы еще тут встретим Он бегает Удирает Зараза чувствует Что мы сейчас его догоним Бежишь Готов Привет колеб И промазал робот Отлично Сейчас мы его попробуем снять Кто его видит Его видит форсайт Его только форсайт Видит Так что давайте убежим Отсюда Хорошо Засъемимся на этом мостике Штормдерели Тебе привет Ахейцарсана говорит Ты когда-нибудь Приседаешь? Да Бывает такое Я точно помню Это было На одном из предыдущих стримов Смотри воды Обязательно увидишь это Стоп кто там был Кого я там видел Ничего себе робот Опасный очень Нужно как-то знаете К нему подойти И разрядить С нового удара Его уничтожить Кто видит? Кто его видит? Элис видит этого робота Джо видит робота Джо наверное ближе Чтобы пострелять сейчас Молодец Это идет в сторону Дальше Форсайт Форсайт робота Видит только одного Но Не знаю Даже вот 75 Вот так наверное лучше Давайте галстку посмотрим Сколько она конкретно урона Нам есть 22 Нормально 0% Это нас не устраивает Отбегаем в сторону Чтобы не видеть этих роботов Лаза мои ваши Тут еще один Выбежал Касарх пишет Территория полета Лазерного огрызка Еще более странная Чем его форма Когда он летит сверху вниз А он просто как-то Ложится так Знаете Как будто бы Вы лазерным лучом не стреляете А им ударяете Прям плашмя Ты это интересно На вопрос отвечаешь Как на письма В тельке Гриджиме В смысле Как на письма В тельке отвечают Не знаю Я тельку просто не смотрю Так что Мне это совершенно Неизвестно Че пробежать не могу что ли И убежали дальше Что может сделать Дайс Дайс конечно мог бы Кого-нибудь из них Попробовать убить Но Для этого нужно Во-первых Пробежать сейчас Вот Теперь Энт О Молодец Так Отходим А теперь Теперь у нас осталось Только Ребекка Нам Ребекка тоже подойдет Сюда Пробует его пристрелить Перезарядить И тоже в сторону Что ж Пропускаем ход Хорошая попытка Мистер робот Еще одна Никчемная попытка И по-моему У него кончились Ракеты И у этого тоже Это радует Однозначно Кто его видит Да Если перезаряжаемся Мы видим Травма Вот Форсай Должна Видеть Определенно Джо 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 видит Это хорошо Правда Все 7,7% А это Негр Спрашивает Ахейтс Сорцена Кто негр У нас Негров нет Негров не держим У нас Расово Чистый Отряд Давай Сподбегай Хорошо Теперь Что мы можем Сделать А можем Дверь открыть И внутрь Зайти Закрыто Говорят Это не проблема Ребек Открывает Все Сблокировано Ага Ну это Эль Сблокирует Понятно Все Бежали внутрь Забегаем Сразу же И нормально Теперь осталось Ребеку только подлечить Потому что она может Бедняжка Вполне не пережить Следующего попадания Мозим говорит Расовый Чистый Ты на жопу Смотри У нее явно Не в порядке С генами Ну Да Есть такое Что произошло На эту часть тела А Уже наложена Перевязка Понятно Придется лечить Вот эти Мод Спускаемся Ты играл? Планируешь играть Все за октопод Спрашивает Калибр Какой-то знакомый Вопрос И Ничего себе Попадание Хорошо Одного нейтрализовали Следующего А следующего И не видим Его видит только Ребекка Пасуйся Так Да Видит Ей нужно Винтовку Было Вернуть В руки Джо-джо-джо Кто у нас еще Может пострелять Травма Например Да Хм Недостаточно Очковых действий Ладно Отойди в сторону Да Здесь просто Призарядится На 3 подходим И на 4 очка Действия Вот Почти уничтожен Хорошо Остается Один выстрел Из лазерга Да Да Шениган говорит Я все же Не уснул До конца Стрима Хоть Оптайм Уже 13 часов А еще Не конец Стрима Так что Все впереди Нам сейчас Еще нужно Будет Пробраться Через Пару Других Зданий Я еще Не был Кстати Да Сколько Их тут Такое впечатление Что робота Здесь Просто Производят В каких-то Промышленных Масштабах Специально Чтобы Они Нас Тут Караулили Только Исключительно Для Этого Кто-то Должен Вперед Выбежать Это Определенно Должно Должно Ей Нужно Подбежать На На Четыре очка Действия Нет Сейчас Промахнусь Да Промахнусь Потому что Я прямо Под роботом Кликнул А не Самого робота Даже Марафон Тут Раз Пьем Чипс И Говорит Виллиан Это Уже Слишком Дайс Марафоны Решил Больше Не делать У нас Было Не то Что Марафон Но Очень Восьмичасовой Долгий Стрим Экс Кома После Него Я понял Что Марафон Это Дело Зло Вредно И В общем То На самом деле Зрители Сами Устают Очень Сильно Потому что Смотреть Все это Подряд Крайне Тяжело Рассредотачиваем Всех Глазастик Валяется Ужас Как можно Отдыхать В такой момент Напряженный Ладно Следующий ход Роботы Молодцы Стрелят Прямо Под себя Гуманоид Не должен Бежать Говорит Один Из Гуманоидов На самом деле Это робот Гуманоид И если он Гуманоид Не должен Сбежать Наверное Он про себя Говорит Иначе Виллин Говорит Это Барабульки Расскажи Его Кстати Смотрели Не парились Так вот Смотрели Как Его же Не постоянно Смотрели А Скажем Ты смотришь Часть Стрима И Когда бы Ты не Включил Этот Стрим Он Всегда Идет Вот У марафонов Это правда Дольше Пяти часов Смотреть Сложно Говорит Эндрю Я согласен Сам Вот Просто По себе Знаю Я же Как Стримлю Я обычно Собственно Первое Когда что-то Делаю Думаю Как бы Я хотел Чтоб Это Было Сделано То есть Вот В данном Случае Когда я Стримлю Я думаю Как бы Я хотел Видеть Стрим Со стороны Как Зритель Что Должно Быть Если Стрим Долгий Мне не нравится Поэтому Собственно Долгие Стримы Я Я Я Я Делать Не Особ Хочу Однако Оно Само Произвольно Как-то Пролучается Временами То Возьмешь Там 5 часов Стрим Что было 8 часов Стрим Не Совсем Это все Намеренно Конечно Но Просто Затягивает Какой-нибудь Там XCOM Скажем Terror From The Deep Или Вот Такой Вот Fallout Интересно Какое Теперь Звание Шнигами И Кого Нанять Нужно Будет Я думаю Новое Звание Не дадут Потому Что У нас Звание Генерала И Никого Нового Вряд Ли Тоже Нанять Не Придется Нам А Что Такой Это Ваш Телевизор Мазин Рад Мазин Рад Точнее Действительно Сам Не Знаю Вот Все Пытаюсь Выяснить Никто Не Хочет Мне Сказать Хм Так Подбегаем Ближе И Спрятались Оп Ребека Ребека Может Для нас Стрелять Из Плазмы Да Может Ну Две Треть Конечно Шанс Попадания Я думаю Это Стоит Того Вот Он Почти Уничтоженный Сейчас Определенно Джо Должна Добить Или Не Должна Хотя Бо Травма Да Молодец Следующий Ход Это Все Еще Эта Миссия Мучает Говорит Джокер Раша Да Конечно Эта Миссия Очень Очень Большая Что там Пытается встать Робот Да Похоже Он встал Даже Он Зря Всех Подводим Поближе Сейчас будем Этого робота Штрамовать Он Он там Вроде бы Отдыхает Нет Нет Он ползет Смотрите Ползающий Ползающий Робот Да Засмотрелся Да И за Ползающим Роботом Начал за ним Гнаться И тут Ему Ракета Терял Терял Беспечность Так сказать Повреждено 46% Наверное 96% Лучше А 95% Ох Чую Расстреляет Нас Кого-нибудь Из наших Вот так Вот Элис 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 Не может Ничего Сделать Он Бегает По крайней мере Живой Останется Беги Элис Беги Осторожней Калеб Да Ты прав Надо Осторожней Потерял Беспечность Нет Нет Потерял Внимание И слишком Беспечно Побежал Вперед Вот Дайс Уже Заговаривается Что значит Стремить Долго Одну И ту же Миссию Да Нет Наверное Не в этом Дело Правда Ведь Так Трампун Тоже Наверное Подальше Тут же Везет Везет Она Получает Меньше Всех Урона Эй Детка Хочешь Поубивать Всех Людев Говорит Он И почему-то Стреляет Сам Себя Сейвимся Бежим Вперед И умирает Ребека По-моему Он с гранатами Он состреляет Как бы роботы Таксику Заманивали Лучше Сиюз Чем ты Горишь Шнигами Согласен Коварный И ужасный Просто Нет Картинка Не зависла Просто Это лолото Идет Так Странно И очень Долго Бедный Бедный Робот Поднимись Пока Жилищика Вывели Мы его Из строя Почти Все У нас При смерти Травма Достает Аптечку С какой-то Такой Странной Ухмылкой Начинает Навязывать Обязывать Точнее говоря Всех Бинтами Приговаривая Сейчас Я тебя потуже Завяжу До нее Инвалидность Уже А справка Есть Интересно Пособие Получает Потому что У меня такое чувство Что братство Пособие По инвалидности Не дает А просто Выкидывает В пустыш И плевать Хотела На Своих Бывших Солдат А вот Что Настя Нужно Будет Обязательно С помощью Чемоданчика починить. Представь, что это у тебя спецназ, говорит Калеб. Они должны перебегать с открытия к укрытию и прикрывать друг друга. Да, по идее так и должно быть. Но это у нас не спецназ, это набор головорезов с пустошей, который каким-то образом один даже до генерала дослужился. Не бегает толпой, говорит Калеб. Конечно, резон в этом есть, безусловно. Но я бегаю толпой для одной единственной цели, чтобы если есть видимость на противника, то стрелять начинали бы все сразу бы. Они по одиночке, один выбежал, противника видят, а другие не видят и не могут стрелять. В результате в такой ситуации убивают того, кто выбежал и увидел врагов. Его одного вот подстреливают быстренько с таким вот трулфейсом. А остальные ничего не делают, стоят рядом, там, не обращают внимания. Подумаешь, убили кого-то своего. Одним больше, другим меньше. А в пустоши полным-полно дикариновых. Привет, говорит Каманч. Привет тебе. Не братцы покалеченные становятся наставниками... А, нет, точнее говоря. Братцы покалеченные становятся наставниками, ремонтниками, учителями, пишет Мазанрад. Ну ты оптимист, конечно. Потому что братца штука такая. Там почти как в военное время. Не можешь держать пушку в руках. Давай, до свидания. Что, я всех, что ли, полутал? Ну, походу, да. Я вот этих вот роботов маленьких не буду лутать. Мы сейчас поднимемся здесь и кого-нибудь встретим. Да, мы здесь встретили бегемота. Бегемот это опасно, потому что он может убить нас просто с пары ударов. Не знаю даже, стоит ли, конечно, с ним сейчас связываться. Можно на все забить, выйти из этого здания и, знаете, куда побежать? Вот выйти где-нибудь тут, наверное, и побежать сюда. Хороший вариант здесь, правда? Все равно, по крайней мере, если мы пойдем вот по пипбою, по карте, в это место, ничего интересного мы там не найдем. Из оружия патрона можно вынимать, говорит Калеб. Вечно забываешь батарейки из пушки вынимать. Это во втором фаллауте можно. А здесь они автоматически вынимаются, когда вы в комментарий кладете предмет какой-то. Так, переключаемся на другое оружие. Хорошо Эль стоит? Бедняга-Вегемот. Чё, да, если не стреляет? О, бессознание! Шикарно просто! Сейчас Экспа будет свеженькая. Вара, говорит, естественно, можно убить. Ты же, как обычно, не лечишься, а может убить. Так дело не в этом. Бегемот убивает где-то с двух выстрелов, то есть с двух очередей, которые он проводит по нам. Нельзя тебе простые игры играть, говорит Вара, а то есть синдром терминатора. Что-то такое бывает, конечно. Точнее говоря, мне, наверное, нельзя играть в игры с сейвами. Потому что когда я играл в Диабол 2 без сейвов на хардкоре, и когда я играл в Dungeon Crawl на хардкоре, то это заставляло думать, принимать решения, играть осторожно, применять тактику. Вот. А тут у нас есть волшебный сейв, сейвлоат, сейвлоат. Нет, на самом деле, обьюзывать сейвлоат для этого неудобно и неприятно. Но со времён такой замечательной игры, как Проклятые земли, я понял, что сейвлоат — это что-то такое очень-очень важное в играх. Когда у вас есть рандомный шанс взять критом и убить врага, и есть рандомный шанс, что враг вас убьёт с одного удара, и вы постоянно вот этим рандомом обмениваетесь, то сейвлоат там просто невероятно полезен. Он жизненно необходимый, да, я же сказал. Так. Это мы отдадим кому? Джо? Куда рвануло? Рыбокат с криками «Выпустите меня!» Я не хочу с этими психами больше иметь вообще ничего. Взяла и побежала куда-то на волю. Что ж значит не достать, достать? Вара говорит, что в кровле редко рисковал бегать полумёртвым. Ну, в смысле, я, конечно, рисковал редко. Иногда бывало такое. Бывало, что я полумёртвым бегал вполне. И когда я бегал полумёртвым, кровл меня за это нещадно карал совершенно. Сразу же. Броклитые земли, говорит Варк, это, мягко говоря, не самая сбалансированная игра. О, когда она вышла, она вышла с дичайшим уровнем сложности и рандомности. Потом к ней выпустили патч, в котором появился внезапно нормальный уровень сложности. То есть, по идее, то, что было до этого, считалось тяжёлым. Тюрели я, наверное, боевать не буду. Те, которые находятся у нас там где-то далеко, остались позади. Куда-то ещё бежать не буду. В общем, миссию мы выполнили, по сути. Сейвлюсь и зона окончания. Мы будем оплакивать людям, но его сердце всегда болело за товарищей, и мы будем оплакивать его гибель. Мы должны понять, зачем калькулятор приказывает своим нечеловеческим машинам собирать мозги людей. Наши песцы считают, что так они извлекают информацию. Если они получили доступ к знаниям генерала Барнаки, это очень тревожно. Теперь о другом. Торговец Кер заключил свою последнюю сделку. Очень печально, что погиб один из немногих честных купцов на пустошах, но на войне, как на войне. Мы не имеем права на слабость, и вы не подвели нас. Наша работа не всегда приятна, но кто-то должен её делать. Всё равно, учитывая его физическое состояние, можно сказать, что это было убийство из милосердия. Остаётся только надеяться, что Кер действительно не выдал информацию роботам. А теперь мне предстоит неприятная задача. Сообщить Марии Барнаки о судьбе её супруга. Это всё, брат. Можете идти. Да, тяжёлая была миссия с тяжёлыми новостями. Мы покидаем это место. Ну что же делать? Меня в особенности порадовала вот эта фраза. Всё равно, учитывая его физическое состояние, можно сказать, что это было убийство из милосердия. А что, типа, мы его просто так вот на халяву зарезали? Я-то думал, мы по его же просьбе, собственно, это сделали. Песцы Брас, это просто Кэпа какие-то, говорит Джокер Раша. Конечно. Не зря же они там... Робот молнию уничтожен. Давай, до свидания. В комнате с генералом была секретка, говорит Цивого Путин. Секретка? Вот насчёт секретки можно, конечно, вернуться. Кто мешает? Есть у кого-нибудь желание ещё раз пройти эту миссию? Нет, точнее говоря, конечно, не миссию пройти всё целиком, а просто побывать там. Ладно, забейте. Едем в Ункер Эпсалон. Как это удивительно, нам не встретился по дороге ни один робот. Вот это вот нарушает традицию предыдущих всех стримов, потому что на каждом стриме перемещение из одного места в другое у меня воскакивает окошко. Хотите ли вы встретить тех, всех, пятых, десятых по двести раз? Ну, не будем долго разглагольствовать, конечно же. Вернёмся. И узнаем, что нас ждёт теперь. У нас остаётся одна единственная последняя миссия. Варк говорит, ты разогнал роботов? Возможно, они просто собираются где-то в одном месте и больше не занимаются тем, что пытаются странствовать по пустоши. Кстати, двигатель заглушён, у Хаммера был горит Варк. Да, это очень странно. Обычно, когда мы заканчиваем миссию, у нас двигатель у Хаммера включён, а там внутри никого не находится. То есть такая вот парадоксальная ситуация. Приехал Хаммер один без водителя сам, и все в шестером тоже добежали параллельно рядом с Хаммером. Послушаем, что скажет генерал. Итак, брат, наступило время последнего удара. Действия вашего отряда определят не только судьбу братства, но и судьбу всех пустошей. С этого момента вам придётся добывать припасы своими силами. Вернуться в этот бункер вы сможете только тогда, когда калькулятора больше не станет. Наши техники погрузили ядерную боеголовку на транспорт для перевозки. Он будет ждать вас на месте. Эта боеголовка необходима, чтобы пробиться в убежище «Ноль». Я знаю, многие скажут, что это выстрел из пушки по воробьям. Но убежище «Ноль» было спроектировано так, чтобы выдержать несколько прямых попаданий атомной бомбы. И наша единственная надежда, что точно направленный на дверь ядерный взрыв, сможет проломить её. Несомненно, вход будет усиленно охраняться. Так что готовьтесь к тяжёлому бою. Любой ценой обеспечьте безопасность боеголовки до детонации. Второго шанса калькулятор нам не предоставит. Как только вы активируете бомбу, немедленно прячьтесь в надёжном укрытии. В этот раз залечь ногами к взрыву вам не поможет. Да ну... Силовая броня защитит вас в дальнейшем в бункере. Помните, вы окажетесь практически в эпицентре ядерного взрыва. Не забудьте про антирадиационные препараты. Было большой честью служить с вами, брат. Можете идти. Знаете, этот брифинг мне немножко не нравится. Он какой-то такой депрессивный. Вот это было большой честью служить с вами, брат. Оно звучит так, как будто мы не вернёмся. Ну, мы же вернёмся, правда, да? Ведь правда, генерал? Эй, генерал, почему вы молчите? Ладно, покажи бойцов генералов. Медальон забрал целый генерал? Да, забрал. Покажи основного персонажа, просит меня. Ну, сегодня мы эту миссию проходить не будем, потому что я уже на протяжении где-то, наверное, трёх с половиной часов стримлю сейчас одну единственную миссию. А следующая, она самая последняя, она очень долгая. У нас будет отдельный стрим, финальный стрим на следующей неделе. Скорее всего, где-то во вторник или в среду. И я там закончу прохождение флаута. Обязательно будут вводы у нас все на ютюбе, даже если вы пропустите, сможете их увидеть. А также в твиттере я обязательно предупрежу вас, отдельно сделаю анонс, когда у нас будет следующий стрим. Но сегодня я вам скажу, что завтра будет у нас Арканум. Мы продолжим путешествие в мире Стимбанка и магии. А сегодня мы сейчас быстренько прошернёмся по магазинам здесь. Посмотрим, что у нас тут ещё продают. Есть ли у нас какие-то новые бойцы. И на этом, собственно, закончим. У нас есть ещё две брони. Улучшенных силовых, конечно же. У нас есть импульсные гранаты. Электромагнитные ловушки, которые нам не нужны совершенно. И 300 патронов гауски. Всё это тянет на 79 тысячи американских послеядерных рублёв. Неплохо, неплохо, я вам скажу. Ещё у нас есть полторы тысячи ядерных микрореакторов. Броня Тесла, которая, в общем-то, не нужна на самом деле. Есть, 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 есть. Много чего есть, на самом деле. Но у нас всё, почти что требуется, уже с собой имеется. Поэтому мы сейчас что сделаем? Мы вот это вот купим. Просто на деньги. Вот так вот обменявшись. Подбежим нашими бойцами. Элис, Ребекка, Джои, Травма. Забегайте сюда. Зачем тебе гауска? У гауски хороший дамаг. На самом деле она проволоха пробивает броню у роботов. Это я точно могу сказать. Но гауска, гауска штука в принципе. Дальнобойная довольно-таки. Единственная проблема, что у нас нет второй вот такой винтовки. Была бы в продаже ещё одна импульсная винтовка, импульсное ружьё. Вот это бы я однозначно взял. Возьми электроракеты. Там ещё электроракеты есть, что ли? Нет электроракеты. Здесь продажи больше нету. Да, у нас электроракеты есть у персонажа Элис. У неё сейчас находится 19 аж целых. Дайс отдаёт броньку кому? Элису, во-первых, одну. Хоп. Джо. Хоп. Джо Дайс Мастер отдаёт обычную броню. Так. Надеваем сюда. Передаём. Это мы сейчас продадим. Это передадим тоже Элис. Это кому? Форсайту. А вот это всё надо продать, по сути. Что ещё мы можем продать? Ну, продажи и всем остальным я займусь чуть позже, конечно же. Сейчас у нас перегруз на самом деле довольно большой. Надо броню сплавить. Потому что броня — это то, что мы уже точно никому никогда не будем продавать. Можно её продать сейчас. Так. Так. 8 тысяч всего. 8 тысяч грабёж! Так. Сам-то, надеюсь, всё в улучшенной броне. Говорит, Эмодиум, ты генерал, тебе положено. Конечно, я в улучшенной. В чём речь? Себя не обделю, в конце концов. И посмотрим, есть ли новые у нас генералы. Потому что у меня звание сейчас, как вы видите, генерал. Это значит, что нам доступны рекорты точно такого же уровня. Генеральского, как и мы сами. Конечно, берите всех, кто вам нужен, говорит этот наставник новобранцев. А здесь мы никого нового не видим. Клариса, Тащак и Тарисец. Всех их мы видели на предыдущем стриме. Они ничего себе особенного не представляют. Ну да, конечно, 192 энергетического оружия — это хорошо. Одарённый — это круто. 11 восприятие вообще просто шикарно. Но. У неё всего 10 очков действия. У неё нету скорострельности. То есть она, конечно, имеет стрельбу на скидку. Но вообще, знаете, такое впечатление создаётся временами. Что, в принципе, неплохой же персонаж. Вот смотришь на неё и думаешь. Энергетическое оружие. Одарённый. Хорошее восприятие. Отличная ловкость. Вот живчика не хватает. Двух живчиков, чтобы 12 очков действия было и 4 выстрела. И стрельбу на скидку — это для того, чтобы можно было... Не стрельбу на скидку, а быстрая стрельба. Чтобы можно было... Как бы это сказать? Чтобы это можно было просто как из пулемёта стрелять даже из какой-нибудь снайперской винтовки. Поэтому те, кто у нас есть, вот эти шестеро героев... Эй, Элис, конечно же, да, тоже. Они отправятся у нас на последнюю миссию. Брать штурмом в нулевое хранилище. И, надеюсь, оттуда вернутся живыми. Что ж, ждите. Подписывайтесь. Ставьте плюсы. С вами был DICE. До новых встреч. Играйте только в отличные игры. Всего вам самого наилучшего. Всем пока. Субтитры сделал DICE.